Всем доброго времени суток, с вами Олег Салмаха и Никита Петров. Мы продолжаем записывать серию роликов по славянской защите. Олег, поздоровайся с нашими зрителями. Да, всем привет. За окном у меня глубокая ночь, 4 часа ночи, но я бодр и свеж. Всё для вас. Работаем. Да, что же, у меня час ночи, наверное, я ещё свежее. Ну, вкратце теперь о содержании этого видео. Во-первых, я думаю, что многие из вас уже заметили, что вместо Димы Анисима сейчас у меня другой напарник. Это связано с несколькими причинами. Одна из основных, та, что я собираюсь вот в данном цикле видеороликов по данному дебюту записать видео со всеми нашими комментаторами, со всеми нашими админами по разным вариантам. Ну, и я старался исходить из того, какой вариант, какому, скажем так, моему напарнику будет более интересен. Ну, вкратце сейчас напомню, что в первом видео мы с Димой рассматривали позицию, которая возникает после Д4 и кони Ф6, С4 и С6. Мы коснулись того момента, почему именно этот порядок ходов выбран для данного видеокурса. Ну, и мы рассмотрели вариант С4, который очень редко встречается, но достаточно ядовитый. Так что, пожалуй, с практической точки зрения предыдущая часть видео была наименее полезна. А вот сегодня мы с Олегом коснемся как раз-таки одного из... Ну, не одного из, а, пожалуй, главного варианта всего нашего рефертуара. Но, правда, коснемся в данной части видео, наверное, более-менее поверхностно. Я покажу одну любопытную идею, которая, в общем-то, на мой взгляд, несправедливо недооценена современной теорией. Ну, и мы в самом, что ни на есть, главном варианте нашего рефертуара коснемся хода коня Ф4. То есть, вот после ходов Д4, коня Ф6, С4, С6, коня Ф3, Д5. Ну, саланская защита характеризуется именно этими ходами. Ну, у белых есть ряд возможностей, не буду повторяться. Кому интересно, кто вдруг не знаком с ним, да, предлагаю посмотреть первую... Самое начало первого видео. Ну, в данном видеоролике мы смотрим ход коня Ф3, который является самым популярным и, пожалуй, самым опасным для черных. Здесь черные выбирают между ходами Е6, Ж6, А6. Возможно, когда-нибудь я еще запишу короткое видео по системе Чебаненко, по ходу А6, который, в общем-то, мне достаточно интересен. На мой взгляд, ход неплохой, но в данном видео все-таки мы рассматриваем ДС. То есть, если по каким-то причинам вас не устраивает ход ДС, то, наверное, большого смысла смотреть данное видео дальше нет, потому что мы будем сконцентрированы именно на ходе ДС. Однако, даже если ход ДС вот по каким-то причинам вас совершенно не удовлетворяет, то остальные части видео, где будет рассматриваться Е3, ВС2 и Ж3, конечно, посмотреть стоит. Ну вот. И после ДС у белых, по сути... Да, ДС самые принципиальные. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки, немножко больше партий на самом суперэлитном уровне сейчас и играна ходом Е6. И после Слон-Ж5 получается ультрамодный либо московский вариант, либо антимосковский гамбит. Но опять же, мне лично... А, ну да, здесь уже пропахали все, что... Да, мне лично не совсем по душе этот вариант за черных, во-первых, а во-вторых, ну... У нас даже в наших видео будет много теорий, а после Е6 ее несравнимо больше. Так что объектом исследования является ход ДС. И у белых тут, ну, по сути, один серьезный ответ А4. Что касается ходов Е4 и Ж3, они менее популярны и, пожалуй, слабее. Они будут рассмотрены вместе, я так думаю, что с Кириллом Шерком в одной из следующих частей видео. Которая будет посвящена, на самом деле, в основном вот этой позиции. Ну и мы, наверное, вкратце костемся ходов Ж3 и Е4. В общем-то, ход Ж3 совсем, мне кажется, неудачный. Ход Е4, так играл Алёхин в трешаторе. Ж3, я помню, насколько... Никита, извини, что перевел. Ж3, по-моему, насколько я помню, там какую-то бомбу за черных этот готовил. Чапаринов. Да, дело в том, что после Ж3, ну, белый... Не знаю, мне этот ход вообще, если честно, совсем непонятен. То есть, так пытался играть Крамник несколько раз, но... По дебюту он ничего не получал. И я думаю, что если он еще раз попробует, то уже рискует хуже белыми получить. С Ж3 черные могут в Ж6 пойти. Ну, в любом случае, это какая-то попытка играть каталон, но у черных слон всегда выходит. А с каталон... Да, но там идея была в том, что типа на С6, чтобы продавить. То есть, там конь прыгает на Е5, слон идет на Ж2. Ну, вот я помню, какая-то там партия была, там Чапаринов просто пожертвовал качество на А8. Кто-то его забрал, вот не помню, соперника, к сожалению. И после Ферзь Бюта 8, выяснилось, что там очень слабые поля у белых, и они очень быстро проиграли. То есть, потерпел, короче, крах от этой вот вся системы. Ну, на самом деле, система теоретическая, и белые на Ферзь Бюта 8 играют Ф3, и это будет, собственно, объектом нашего видео с Хириллом. Ну, не то, что части нашего видео. То есть, именно это я за черных и собрался рекомендовать. Я понимаю, в какой партии ты ведешь сейчас разговор. Ну, идея, да, то, что после того, что он Ж2, белый пытается пойти конь Е5 и побить на С6, но там, чертим, все это же это качество, видимо, уже за перерез борются. По крайней мере, мне кажется, с человеческими... Ну, да, вот это я и мильно не имею в виду. С человеческими... Ну, ладно. С точки зрения белыми там тяжело отыграть. В общем, лезвучие ходы Ж3 и Е4 не основные, основной ход А4. С большим, в общем-то, запасом и вполне заслуженно. Ну, и вот тут вот основной рекомендацией, ну, моей, по крайней мере, будет ход слона Ф5. Но... Вполне логично, не допустить Е4 ход. Да, то есть, сейчас белые пошли А4, в первую очередь, с идеей предотвратить ход Б5. То есть, если белым дать сейчас еще один темп, свободный, они сыграют Е4, отберут на С4 и получат перчатый центр без особой компенсации у черных. Ну, и, конечно, черные допустить такого развития событий не могут. То есть, по сути, здесь... Не про Е4 ходы я просто буду объяснять с точки зрения нула. Дело в том, что нас сегодня просили, просто объяснять, вот почему сделан этот тот или иной ход. Вот объясняем. Слон Ф5 делается для того, что профилактика против хода Е4. Да, ну, можно добавить чуть-чуть, в конце концов, развивать фигуру. Один из принципов дебют соблюдает. После того, как слон выйдет за перешечную цепочку, можно будет сыграть Е6, потом развить чернополых. Потому что сразу ход Е6 очень слабый, белые получают громадный перерез. То есть, ну... Слон на С8 станет спокойный. Не настолько громадный, как казалось раньше. То есть, там были какие-то эксперименты с ходом С5 здесь. Но все равно, я считаю, что здесь у белых лучше. Получается позиция из принятого ферзевого гамбита, где у белых лишний темп на ход А4. То есть, с одной стороны, ход ослабляющий, с другой стороны, есть даже в принятого ферзевого варианте, где белые играют А4 и получают эту позицию без темпа. То есть, там, наверное, равенство, но с лишним темпом, я уверен, что белые могут бороться за ФС успешно. То есть, по сути, главным серьезным ходом здесь является черный слон Ф5. Но... И мы посмотрим ход слона Ф5, ближе к концу, наверное, данного видео. А начнем мы с редкого, такого полуловушечного, но в то же время хода, который точно не грозит черными серьезными неприятностями. И в том числе, белым там придется решать несколько не самых простых задач. Это ход слона Ф4. Ну, в общем-то, если вы играете с человеком уровнем ниже мастерского, то шансов, что он знаком с этой позицией, уже практически нет. То есть, настолько все, скажем так, все шахматисты с рейтингом ниже 2-300, если они даже изучали теорию славянки, они настолько поглощены ходом слона Ф5, что у нас слона Ф4, времени не остается. К тому же, вот в некоторых старых книжках написано, что ход плохой по причине конь Е5. И на этом, собственно... На этом, собственно, все... Ну, далее заканчивается, да? Да, покрытие этого хода в таких книжках, оно заканчивается. Ну, теперь, собственно, остановимся на логике этого хода. Черные также, как и с ходом слона Ф5, они разбили белополо за пешечную цепочку. То есть, хотят в каких-то вариантах пойти Е6. К тому же, Е4, несмотря на то, что ход Е4 возможен, здесь нельзя сказать, что белые просто захватывают центр и получают перевес. Хотя бы потому, что после Е4 черные во многих вариациях, они могут даже сразу побить на Ф3, и ферзь Ф3... Ферзь Ф3 бить нельзя, то есть, ну, можно, но компенсации не хватит после Ферзь Д4. А после Жерзь цепочка портится. То есть, здесь у белых, наверное, получше, и поэтому на ход Е4 у нас будет другая рекомендация, а именно ход Е6. Но, тем не менее, это уже говорит о том, что белые не получают вот такого простого комфортного перевеса, как, может быть, могло бы показаться. Ну, с другой стороны, белым нужно каким-то образом продолжать развитие, и у них не так много возможностей. По сути, у них три возможности, и мы все эти три возможности детально осветим в данном видео. Первая возможность — это ход Е3. Ну, на мой взгляд, вообще ходы Е3 и Е4, они белым перевеса никакого не дают. Да, я уже проговорил, что вторая возможность — это ход Е4. Ну, и самая принципиальная, и самая сильная — это конь Е5. Ну, и по нашей уже устраившейся традиции, самая сильная и самая принципиальная мы, как обычно, оставляем на потом. Поэтому начнем мы либо с Е3, либо с Е4. Ну, я думаю, что... Олег, предложи, с чего мы начинаем. Е3 или Е4? Ну, Е3, я думаю, где-то там какой-то, может быть, Е5, да, там подрыв идет после Е3? Да, после Е3 можно... Или СЕ5. И Е6, потом С5 и Е5 сразу играть, и мы это посмотрим. Ну, то есть с Е3 начинаем, да? Или как? Да, давай с Е3. Хорошо. То есть Е3, ход... Позиция, кстати, вот немножко напоминает принятый ферзевый гамбит даже после Е3, но пешка на С6, вот в чем вся разница, и именно поэтому это славянка. Да, ну, позиции действительно сильно напоминают принятый ферзевый гамбит, особенно вот варианты, которые я в своей шахматной юности, скажем так, играл. А именно вот варианты на Е3 я играл Е5, потом ставил коня на С6, слон на Д6, коня на Ф6, и получал вот не совсем типичный принятый ферзевый гамбит, где черные стремятся не С5 провести, а Е5. Но все же и от тех позиций вот это отличается, потому что здесь будет коня на Д7 развита. То есть свои нюансы. Ну, в любом случае, к дебюту нельзя подходить совсем из общих соображений. Если это другой дебют, то даже не стремя то, что какие-то идеи заимствованы, все равно это другой дебют. Некоторые принципы совершенно другие. Ну, а после Е3 у черных, на мой взгляд, вот Е3 белому никого привязка не дает, и у черных две возможности есть. Нашей основной рекомендацией все-таки будет ход Е6, но если вам по какой-то причине не нравится структура, которая получается после Е6, хотя, если уж быть до конца откровенно, то если вам не нравится структура, которая получается после Е6, наверное, опять же, не стоит применять репертуар из этого видео. Но тем не менее, если по каким-то причине вам не нравится позиция после Е6, есть еще такой взрывной ход Е5, который вот в данной конкретной редакции, наверное, проходит. Да, и вот вкратце я вернусь на полхода назад. Дело в том, что после основного хода слон Ф5, ну, самый конь Е5 возможен, ход и он достаточно силен, но самый популярный ответ за белых это все-таки Е3. И поэтому есть хорошие шансы, что после слон Ж4 ваши соперники по аналогии тоже сыграют Е3. А в этой позиции Е3 достаточно слаб. Черный, ну, договорились же начинать смотреть с Е5, черные могут сыграть Е5, и какое конкретное обоснование у этого? Казалось бы, черные ставят пешку под два боя, но понятное дело, что к нему бить нельзя из-за того, что он связан. А это оставляет белым всего лишь две разумные возможности. Первый это слон БЦ4, вторая это ДЕ. Ну, ход ДЕ по конкретным причинам не работает, сейчас мы вкратце коснемся. После ДЕ черные, понятное дело, меняют ферзей, и вот тут вот уже начинаются первые проблемы. То есть, кем бить? Ну, на самом деле, белые уже в любом случае не могут получить ПС, а кем бы они не побили, но после конь Д1 они хотя бы держат равенство. После король Д1 конь ФД7, ну, я считаю, что здесь уже равенства нет, потому что, если сейчас белые не примут каких-то мер, они просто останутся без пешки на Е5. То есть, надо сразу забирать на Ц4, но тогда следует конь бьет Е5 все равно, понятное дело, что конь связан. Ну, и после слона Е2, самое простое это слон бьет Ф3, ЖФ и конь БД7. Ну, или можно с конь БД7 не спешить, а сначала развить слон на Б4, возможно, это сильнее. И, похоже, вот подобного типа позиции нам еще встретятся по ходу этого видео, и, на мой взгляд, только черные смогут бороться за перерез. То есть, несмотря на то, что у белых два слона, король не обеспечен, понятное дело, что в Эншпиле позиция без фразея это не так заметно, но тем не менее, тоже фактор надо учитывать. Пешечная структура на корейском фланге ослаблена. Опять же, не слишком серьезно, но тем не менее, такой момент есть. И, что самое важное, ослаблены поля на ферзьевом шланге. То есть, поле Б4 перманентно слабое. То есть, на нем, может, черные пойдут опять зафиксировать эту слабость. Туда может либо пойти конь, либо слон на Б4, он тоже нигрирует белых. Ну, и белым предстоит боевая за ничью в этой позиции, на мой взгляд. И это явно не тот итог дебюта, на который они должны рассчитывать. Таким образом, ход король Д1 достаточно слаб. Белым стоит побить конем. Но, по сути, после взятия конем принципиально ничего не меняется. Белый, прошу прощения, черный все равно играет конь в Д7. Опять же, пешка висит. Опять же, защитить ее не представляется возможным. То есть, белые вынуждены идти на этот размен. Смон в 3G, конь Е5, слон Е2. Ну, вот тут вот обратите внимание, что белый король стоит на Е1. Поэтому мы успеваем даже зацепить его шахом с Б4. Ну, и белые могут снять король Ф1. И тогда все те рассуждения, которые касались позиции вот после взятия королем на Д1, они остаются в силе. Белый по-прежнему король не рокирован. Придется потратить еще один темп на ход король G2. На ферзерном фланге слабости. На корольском фланге, несмотря на то, что пешечная большинство 4 на 3, за счет того, что сдвоенная пешка, она никуда не движется. То есть, белые остаются без плана. Простого, по крайней мере. Да, здесь у черных есть большие возможности для блокады. Например, конь Д7, конь С5. И там уже можно как-то либо на Д3 лезть, либо на Б3. Ну да, вот эти слабости на ферзерном фланге черные потихоньку будут обрабатывать. Ну, компьютер считает, что ход слон Дэдав каким-то причинам сильнее, чем король F1. Хотя, честно скажу, что если у меня такая позиция встретилась бы в моей партии, я пошел бы король F1. После слона Д2 черные просто меняют слонов и играют А5. Типичная идея, запомните ход А5. Практически всегда стоит его включить, когда есть возможность, потому что белые сами не могут продвинуть А5. Таким образом, на Б4 слабость вечная, на Б3 слабость вечная, пешка на Б2 тоже слабая. А черных от каких-либо слабостей на ферзерном фланге страхует пешка С6. Она очень важна. И ни в коем случае ее нельзя ставить на С5. Практически ни в одной позиции. Ну и здесь после Ф4 и конь ЕД7, черные опять же, на мой взгляд, борются за ПС, потому что конь с Д7 идет на С5 или на Ф6, а конь с Б8 идет на А6 и на Б4. Опять же, у черных... Да, здесь понятная непростая игра у черных. У черных много опорных пунктов на ферзерном фланге и пешка на большинство на ферзерном фланге. У белых пешка на большинство на королевском фланге, но, как я уже сказал, особого толку от него нет, потому что пешки сдвоены, и с их надвижением неизбежно возникнут проблемы. Ну, в любом случае, ну, шансов, если честно, что ваш соперник это не понимает и побьет здесь в ДЕ, ну, не так много. Скорее всего, белые сыграют там бьет в С4. И, собственно, ход с С4... Здесь получается, видимо... Да, здесь получается... Получается типичная позиция с изолятором. Да, позиция с изолятором, и, ну, на мой взгляд, белые могут рассчитывать на некоторый небольшой перевес, но... Вот запомните, тут важная идея, которая сейчас станет ясна. То есть, понятное дело, что черные бьют на Д4, создают изолированную пешку. Ну, взятие фигуры, взятие ферзьом не опасно, ввиду ферзь Д4... Давайте... Ввиду... Д4, и конь Д7, и у черных все фигуры отличные. Опять же, пешка А4 не к месту. Слон выходит на Б4, и конь на Е5. Слон на С1, белый ограничен. То есть, ну, проблем никаких. Итак, прошу прощения. Да, поэтому ход ЕД практически вынужден. Ну, и здесь получается практически типичная ситуация. 2-0, 2-0. H3. Ну, кстати, запомните вот этот момент. Если вдруг вы все-таки решите играть не Е6, а Е5 шестым ходом, то вот тут вот ни в коем случае нельзя играть слону на С5. Возможно, кто-нибудь из моих зрителей... Да, потому что Ж4 несется. Возможно, кто-нибудь... Ж4 несется. Это этот вариант. Я как раз... Никита, если ты вот не посмотрел еще мое видео, вот этот как раз вариант я показал полностью в принятом ферзи. Там очень все похоже. Ж4, слон Ж6, конь Е5. И там С5 хотят черный освободиться, и там потом в конце конь Ж6, АЖ и слон Ф7. Да, это еще, по-моему, Тартаковер выиграл такую партию в начале 20-го века, если не ошибаюсь. В общем, я хотел отослать своих, наших, точнее, зрителей к видео Ярослава Презента, в котором он освещает вариант Алапина. То есть, эта позиция получается с переменной цвета, и он там примерно около 10-ти раз за одно короткое видео говорит, что надо опасаться хода слон Ж5 ввиду Ж4, слон Ж6, конь Е5 с большим, ну, то есть, там это Ж5, слон Ж3, конь Е4, за черным. С давлением, в общем-то. А здесь с лишним темпом это тем более хорошо. Но поскольку Олег недавно записал свое видео, в котором он тоже упомянул эту идею, то я отсылаю вас не к Ярославу Презента, а к Олегу Соломахе. В данном случае обмен абсолютно равноценный, в общем-то. потому что я думаю, что Олег вполне доходчиво объяснил, почему играть слон Ж5 здесь невыгодно. Ну, так что я повторяться не буду. Черные должны брать на Ф3 и после Ф3 играть А5. На самом деле, несмотря на то, что белых два слона, у черных не такая плохая позиция. То есть, если сейчас белые пойдут как-то шаблон на слон Е3 или слон Ж5, в любом случае, черные сыграют конь Д7, рано или поздно выставят коня на Б6 и у белых больше пространства. С другой стороны пешка на Д4 изолятор. Пешка на А4 опять же, в который раз повторюсь, что стоит довольно плохо. Поля на Ф3 фланге слабые, черные должны уравнять без особых проблем. Сложнее дела обстоят после хода Д5 такого, достаточно жесткого. То есть, если сейчас черные просто все меняют, то эта позиция плохая. Наверное, близках безнадежной, потому что два слона именно в таких позициях сказываются по максимуму. Ну, ни в коем случае нельзя это допускать. После хода Д5, к счастью, у черных находится такой небольшой тактический ресурс, конь БД7, потому что теперь на ДЦ последует конь Е5. Ну, там тройная вилка, и черные побьют с рейси слона, и потом побьют на Ц6, и получат неплохую позицию. Ну, или можно просто сразу побить после Ферзи 2, только лучше всего не конем, а именно пешкой. И эта пешка на Ц6 не то, что выглядит слабостью, она отнимает много важных полей у белых. Ну, самое главное, что поле Д5 отнимает. И по-прежнему у белых есть некоторые проблемы с пешкой БД2, и вообще с слабым Ферзи 1 флангом. То есть, это не опасно, но белые не играют Белые не играют ДЦ, белые играют слона 2. Такая вот достаточно тонкая профилактика. Ход Конь Е5 возможен, но в некоторой степени обессмысливается, потому что после отхода Ферзя белые уже разят его каким-то образом выгодом, например, слона 4. Поэтому сильнее сыграет здесь ферзь Б6, но после ЛД1 все-таки некоторое давление у белых сохраняется. Слом на А2 достаточно сильен. То есть, если вас устраивает вот эта позиция, которая, на мой взгляд, немножко худшая у черных, то вы вполне можете играть Е5 шестым ходом, ну и не настолько великий шанс, что ваш соперник сможет без потерь дойти до этой позиции. Но даже если он все это исполнит, то даже нельзя сказать, что черным совсем плохо. Немного худшая позиция, вполне можно оборонять. всегда можно пойти по Е5, потом ЛД8. Несмотря на то, что слон на А2 наверное сильнее, чем любой из страней черных, ничего страшного пока не произошло. Ну, а если вас не устраивает в общем-то получать чуть худшую позицию после того, как я уже сказал, что ход Е3 не точность, то советую обратить пристальное внимание на ход Е6 после Е3. Опять же, лучше всего поднять тонкости вот этого варианта можно будет после того, как выйдет следующая часть видео, в которой мы будем обсуждать вот эту позицию. Но сейчас я вкратце скажу, что слон на Ж4 у черных стоит лучше, чем там. И белые лишаются некоторых планов, которые возможны при положении слона на Ф5. То есть, по сути, черные исполняют ту же самую обязательную программу, руку НД7 2 0 слон Б4. Обратите внимание, в подобных структурах слон всегда развивается, ну, практически всегда развивается на Б4, потому что есть прямой резон использовать слабость этого пункта. И к тому же не стоит забывать, что если черные разобьются слона как-то более пассивно, то белые могут пойти А5. И самое неприятное в этом то, что поле Б4 после этого не настолько слабое. То есть, после слона Б4 всегда будет ферзя 4 во всех вариантах. Поэтому, ну и в любом случае, ход слон Б4 выглядит более активным, более сильным. И вот тут вот дело в том, что при слоне на Ф5 черном у белых есть сильная идея ферзь Е2 с дальнейшим Е4. И белые цепляют этого слона на Ф5. Но при положении слона Ж4 ход ферзь Е2 он, в общем-то, по сути, бесполезен. То есть, он в какой-то степени усиливает позицию белых, но он ничуть не лучше, чем, скажем, слон Б2, а не там, ладья Е1. То есть, черные просто играют два ноля, и запомните такой нюанс, что на Е4 всегда, ну, когда есть возможность, надо отвечать Е5. То есть, черные жестко встречают по центру. Ход Д5 практически всегда бесполезен, потому что черные просто продолжают усиливать свои фигуры. А взятие ДЦ, БЦ, ну, в пользу черных, потому что поле Д4 слабое, поле Д5 защищено пешкой СС6. Эти позиции стратегически очень неприятны для белых. То есть, черные уже прошли фазу борьбы за уравнение, и, скорее всего, борются за перегрес в данной позиции. Ну, а ДЕ, на ДЕ просто конь Е5 и черные используют сразу, когда добиваются здесь полноправной игры. То есть, при положении слона черных на Ж4, план с Е4, он особого смысла не имеет. Ну, белом нет особого смысла спешить после слона Б4 с ходом Ферзь Е2, и, ну, логичнее всего, мне кажется, пойти А3, прояснить положение этого слона, но, опять же, в данном случае ход слона H5 не несет себе никаких опасностей, то есть, ну, белые не могут играть по аналогии Ж4, слон Ж6, конь Е5. Потому что его брус здесь съедят. Ну, да, мне кажется, что это даже не строго обязательно, но проще всего взять, пойти конь Д7, на Х4, и на Х4 черный успевает выправить ферзем на Х4. И это очень важно, то есть, белые не ловят слона просто, послушать. И, теперь, помимо всего прочего, еще и пешка висит на Х4, то есть, на король Ж2, видимо, Х5 достаточно сильный. Да, здесь полян начинает свистеть, и на Ж5, слон Х3. Прошу, Ой, фу, слон Х3. На Ж5, вернее, слон Ф5. Да, но после Ж5, думаю, что позиция белых просто стратегически безнадежна. То есть, черным самое главное, ферзя не потеряет на Х4. Да, но сейчас слон Д2, слон Е1, и поэтому вот слон Ф5, как бы, цепляясь, наверное, к пешке, и потом уже придумывать, как этого ферзя выкорчевывать. И, конь Е5 может сразу ударить, а проще всего, я думаю, 3-0 сыграть. Пока белым... Можно даже еще и так, и вообще все начинает грозить, и конь Е5. Да, тут белым явно не до ферзя сейчас будет, король слишком слабый. То есть, я думаю, что позиция вот буквально на грани безнадежна уже, потому что на ферзе Ф3 следует слон С3, бц, конь С5. И уже слон идет на Е4, конь там на Д3, ладь издавится по линии Д, ферзь. Ну, он как бы ходов не имеет, но по сути, в данной позиции это мало что означает. А конь Е5 не проходит разненький? Да, конь Е5 проходит, Олег, ты прав. Ну, собственно, да. Если после хода конь С5 у белых еще... Тут вообще конец сразу. ДЕС, он Е4 без ферзя. Ну, да. Если после хода конь С5 у белых еще оставались какие-то надежды. Хотя, ну, даже если предположить, что это тактики нет, все равно у черного стратегически очень сильная позиция. Но конь Е5 выигрывает на месте, Олег, решает связка. Белые остаются без ферзя. Ну, а если не брать коня, то... Получают такую вот матку. Тут вообще просто сразу конец, да. Матка есть. Да. Ну, в любом случае... В общем, опасности поджидают белых, на самом деле, если они сами начинают вот так вот по аналогии. Как это называется-то? Шаблонная игра, вот так скажем. Да, дело в том, что, опять же, при слоне на Ф5 у белых иногда есть планы с хоном конь H4 и попытаться получить то же самое с каким-то лишним темпом. а здесь это... Ну, здесь это вообще просто не очень славно. Белые ослабили короля без какой-либо причины на это. Слона особо не выловишь. То есть, если вдруг белые пытаются наставить на том, что они вышибают слона на G6, то после конь D5 у них просто хуже. Потому что, обратите внимание, конь под боем. на конь G6 просто ажей и водя еще включается. Пешка на H3 уже висит и я не знаю, что здесь... Уже, в ром, нет защиты. Ферс H4 же грозит. Ну, строгая, единственная защита... Дело в том, что после король G2 черные могут пешку съесть на C3. Поэтому надо бить слоном, видимо, и после ED играть король G2. Ну, абсолютно очевидно, что это позиция в пользу черных. То есть, много планов. Очень-очень сильно в пользу черных. Например, сам он бьет C3. Можно сыграть, наверное. Да, и конь на C4 перевести. Или, я думаю, может быть, сначала конь F6 сохранить эту идею про запас и потом побить и конь G4. Ну, в общем, в любом случае черных лучше, причем вполне себе чувствительно. И это, опять же, совершенно не то, к чему белые должны стремиться по итогам дебют. Таким образом, какие-то активные акции при слоне на G4 для белых противопоказаны. И, после слона G5 им надо умерить амбиции и выбрать один из более умеренных ходов, скажем так. Ну, во-первых, покажем, что произойдет, если белые как-то обычно заканчивают развитие. Слон D2, A5. А5, опять же, типичный ход, когда ничего конкретного не угрожает. Всегда есть смысл сделать. Ферзь E2, 2 0, F на D1. Ну, вот у меня такая ничего не значащая линия наброса нормальных анализов. Ферзь E7, ну и позиция, конечно, объективно равная, но я бы предпочел играть черную всегда. Я понимаю, что у черных какие у черных планы. Они хотят ладить поставить по центру, провести E5. Связка, кстати, связка с коня F3 с ферзем E2 достаточно неприятная, потому что G4 это всегда ослабление. Ферзя убрать нельзя убрать можно, но тогда структура разрушается. А после E5 уже начнет грозить E4 просто с выигрышем этого коня. В общем, я даже не удивлюсь, если окажется, что движок пишет, что у черных уже получше. Ну, собственно... Ну, так и есть. Ну, на самом деле, я думаю, если ему дать подумать, то он поймет, что не так легко это играть за белых. Ну, вот он держит оценку на грани равенства и маленького перереза у черных. Что, в общем-то, типично для всех позиций подобного толка. Это еще будет более подробно. Они будут рассмотрены в ролике с ходом слона F5. Ну, помимо хода слона D2, белые могут пойти коня 2, что, опять же, после слона D6 ни к чему конкретно не приводит. Потому что играть B4, не пуская A5 слишком провокационно. После E5 здесь черные уже серьезно борются за пререз, видимо, опять же. Потому что E4 грозит на D4 используя связку. А если белые не играют B4 и делают любой другой ход, тогда опять же черные играют A5 и получается абсолютно такая же структура. Я сильно сомневаюсь, что белые смогут какую-то пользу извлечь из положения коня на A2, а когда они его вернут, черные могут вернуться слона B4. Или же могут не возвращать и попытаться доказать, что это белые потеряли темп. Что, в общем-то, тоже имеет право на жизнь. Таким образом, ход коня 2 в некоторой степени бесполезен. Поэтому стоит остановиться вкратце на ходе FB3. Я, видимо, тоже A5. Да, это универсальная реакция на ход FB3. То есть, вы видите FB3 приставление на B4, вы всегда играете A5. У нас будет очень много позиций, особенно в следующем видеоролике, где белые могут здесь пойти коня 2 и потом побить пешку. И в разных позициях это либо черные могут ее пожертвовать и получить инициативу, либо они могут сразу фоксировать ничью. В данном случае, в данной какой-то позиции черные не обязаны удовлетворяться какой-то ничьей, они могут играть на перевес. То есть, после коня 2 ход слон E7 он приводит ничей, потому что FB7 на Db8, ну и белые должны играть FB6, и это ничья. Но черные могут с полным основанием здесь бороться за пиарет ввиду положения. Никит, верни только на ход назад, еще когда FB7 опять же объяснение, как это говорят для чайников, то есть, почему после слон E7, нет, ты слон E7, по-моему, да, играл? Да. Слон E7, да. ФB7, владя B8, почему нельзя играть FB6? Могут задаться этим вопросом, дело в том, что после владя B6 просто ферзь ловится. Да, это так. Вот, собственно, и все. Да, на самом деле, так, прошу прощения, у меня уже какие-то зрительные эгалюцинации, я хотел предложить здесь нелегальный ход слон E4. Но, ладя B6 выигрывает ферзя, так что-то снова, опять же, по сути. Ну, просто мы увидим очень похожую позицию с положением слона на F5, и тогда ход слон E4 силен. Ну, опять же, это все в следующей части видеоцикла, а здесь скажем, что, после ферз B7, ладя B8, белые должны играть ферз A6, и получается ничья. Поэтому черные, ну, черным лучше избегать хода слон E7, потому что, на мой взгляд, белые уже достаточно серьезные неточности сделали, чтобы черные могли здесь рассчитывать на перевес. То есть, проще всего либо сыграть слон D6, либо побить на F3 сначала, и после GF пойти слон D6. Да, видно, что у белых очень слаб королевский фланг, и к ним могут сейчас вот прийти уже в спорах. Он, может быть, не настолько слаб, потому что белые могут пойти F4, как-то зафиксировать эту структуру, но, то есть, серьезно, полагать, что вот в такой позиции белые борются за перевес, как-то, слишком оптимистично. То есть, ферзь всегда может выскочить на F4, и слегка напрячь короля белых. То есть, вот, король G2 обычно удерживает все эти пешки, но тем не менее, то есть, вот, после какого-то... Человечески как-то противно такой играть. Да, я точно предпочел эту позицию к черным, но у них просто понятнее игра. К тому же, в какой-то момент черные могут действительно наплевать на все приличия и пойти после F5 ладей F6, ладей F6 ставить мат. И не так легко от этого защититься на самом деле. Ну да. Таким образом, в данной редакции ход ферзь B3 абсолютно безвреден, ну, потому что после А5 единственное логичное продолжение это Коня 2, а мы с вами только что убедились, что Коня 2 приводит к проблемам у белых. Ну и опять же, вы можете попробовать какие-то другие ходы здесь предложить за белых, но все равно общая картина такова, что белые должны соблюдать аккуратно, чтобы постепенно не попасть в худшую позицию. И на мой взгляд, самым лучшим способом соблюсти вот эту самую аккуратность и не нажить себе проблем срабатывать он Е2. Таким образом белые этот ход Слон Е2 абсолютно бесполезен при положении славы на Ф5. При положении славы на А5 это ход в некоторой степени признания того, что белые полностью отказываются от борьбы за перевес в данной партии. Да, теряют темп. Да, и хотят доказать, что их позиция достаточно надежная, чтобы черные тоже не могли ни на что серьезное по крайней мере сразу рассчитывать. Ну, какой-то примерный вариант 2-0. опять же тут можно сыграть слон Д2 и в общем-то ход слон Е2 предыдущий достаточно полезен. То есть на мой взгляд белые здесь не должны испытывать серьезных проблем. Ну, черные подавно после А5 нашего фирменного хода. Потом Ферзь Е7 и Е5. План в общем-то практически всегда один и тот же. Ну, если белые какую-то вот странную смесь профилактики с активностью пытаются снова исполнить после А5 Коня 2 помимо отхода... Ну, отход слона здесь не настолько очевиден, потому что обратите внимание, что после отхода слона белые открыли себе заранее дорожку для Ферзя обратно на С2. То есть, ну, в таком каком... Да, и Ладья Б6 уже не срабатывает. В таком примерном варианте, да, Ладья Б6 это не ловля Ферзя и у белых просто две лишние пешки. То есть, не исключено, что какие-то жертвы здесь можно испробовать, но абсолютно не нужно, потому что у черных есть сильный такой достаточно неожиданный ресурс С5. Обратите внимание, что если белые бьют пешку, то черные бьют Конь С5 с темпом, но и у белых тут, видимо, уже некоторые проблемы. Поэтому... Ну, и вообще за белых после хода Коня 2 здесь тяжело предложить какой-то разумный ход кроме Конь Б4. Ну да, потому что ДС Конь С5 там, по-моему, уже пешка на А4 теряется, нет? Ну, как-то такая пешка невкусная. В смысле, в смысле, белые тоже забирают пешку и, на мой взгляд, они, белые забрали более важную пешку. Я думаю, черные могут... Нет, зачем? На Ферзь С4 сначала ладят С8, наверное. ладят С8 совершенно. Ладят С8 совершенно другое дело. Черные явно не собираются пешку забирать, но они играют на динамику. Ну да. Динамика такая, на мой взгляд, достаточно непрятный дает. То есть, такой Б4, я не знаю, мне не очень хочется сейчас включать движок, в некоторой степени это нарушает логу при вставании. Мне кажется, что Конь А6 ход сильный. То есть, Ферзь под боем, черные все фигуры защищены, вряд ли есть что-то лучше, чем отход Ферзя. Никуда бы он не отошел, черные бьют конем на Б4, на мой взгляд, активность их фигур, ну, крайне неприятно для белых. Обратите внимание, что, например, слон Д2 играть нельзя из-за слона Ф3. Белым приходится сдаться. Да, отличнейшая позиция, да. Ввиду потери их слона. Ну и, в любом случае, скажем так, преимущество двух слонов здесь явно не чувствуется. Скорее, речь идет о преимуществе двух коней. Ну да, в любом случае ход ДЦ не принципиален, и кажется, что белые могут побить просто А на Б4, но после ЦБ, вот, несмотря на то, что у черных сдвоенные пешки, несмотря на то, что у белых два слона, именно белым надо соблюдать аккуратность. То есть, у меня была эта партия в одной моей партии, была эта, прошу прощения, позиция в одной из моих партий, блиц партии в интернете. здесь мой соперник сыграл слон Д2, конь Е4, слон Е1. Ну, опять же, ход конь Е4 это уже была конкретная гроза выигрыша фигуры после слона Ф3. Компьютер утверждает, что белые вместо слона Е1 должны играть ладья Ф на Д1, и белые после хода конь Ф6 или конь Б6 стоят чуть-чуть хуже, но в целом должны удержаться. Ход слона Е1 будет выглядеть достаточно логично, сохраняя слона от размены, но после ладья Ц8 у белых проблемы с тем, чтобы найти в этой позиции следующий ход. Потому что нет ни одной активной идеи, ну и вообще ни одной идеи, на мой взгляд. Олег, можешь предложить? Там Ферзь ужасно стоит. Да, что-то конструктивно здесь предложить действительно тяжело. Можно предложить только Ферзь А2. А, следующий ход? Ну, Ферзь А2 может быть. Видимо, после ладья Ц2. Не, но в АДья Ц2 можно уже, наверное, нельзя залазить. Залазить можно, но в смысле видимо под Сладью возвращать просто. А это немножко обидно. Мне кажется, что Конь Б6 логично, а потом просто Конь на Д5 приходит. Получается полный контроль над позицией у Черных. То есть я после Конь Б6 не вижу ничего, у меня еще Ферзь Б3 пойти. Там Ферза 2. Ну и надеяться, что Черные не пробьют. Ну, скорее всего, Черные пробьют, потому что позиции достаточно много свободных диагоналей и вертикалей, чтобы добиться прогресса. Не, ну ужасно. Позиций у нас не будет. Да, то есть она, сначала она не кажется такой плохой, но когда к ней присматриваешься, получишь, то понимаешь, что у Белых явные проблемы с нахождением идей. То есть даже если пешку Б7 здесь убрать, то есть даже если положить Черные без пешки, на мой взгляд, все равно компенсация достаточно заметная. ну а с равным материалом только Черные борются за перерез. То есть если не ошибаюсь, мой соперник Трубарти сыграл здесь G4 и после слона G6 в какой-то момент я порвал позицию ходом F5, просто продавил королевский фланг. А Белые фигуры так ничего путного придумать не смогли. Ну вот, то есть надо запомнить находку, то что если Белые заблаговременно убираются на АС-C4 с идеей потом сыграть Коня 2 то жертва пешки к сожалению ну это практически один из считанных случаев когда жертва пешку не очень выгодна и надо сыграть C5 и у Черных получается отличная позиция. Ну и на мой взгляд ход E6 вот шестой ход E6 по этой причине сильнее чем прощение сильнее чем ход E5 то есть ход E5 выгодит принципиально Черные взрывают центр но вот эта позиция с изолятором оказывается не такой простой а вот после E6 такая структура со словом на G4 на мой взгляд просто отличная у Черных но опять же это возможно это отчасти дело вкуса но мне кажется что если очень все хорошо я так понял ход E3 мы разобрали да если такую позицию у Черных не хотеть играть на выходе с дебюта то какую уж тогда хотеть не отличная позиция да то есть с ходом E3 мы разобрались ход не самый принципиальный и не самый сильный ну теперь я думаю что надо рассмотреть ход E4 ход E4 наверное немного сильнее чем ход E3 но в то же время ходу конь E5 он уступает очень серьезно то есть белые могут бороться за перерез по моему мнению только после конь E5 причем бороться успешно то есть я за разницу за Черных найти не смог сразу скажу это именно основная причина по которой все-таки ход F5 будет основной рекомендацией ну и даже после конь E5 там белым придется избежать достаточно большого количества ловушек как тактических так оппозиционных ну а после E4 здесь E5 уже совсем не проходит то есть надо играть ну либо слон F3 GF E6 но все-таки на мой взгляд особого смысла снимать напряжение так рано нет потому что все равно я не думаю что белые могут придумать что-то что-то конструктивное помимо следующим ходом помимо взятия на C4 то есть ну ход E6 ничего не портит скорее всего он самый гибкий ну и после С4 опять же альтернативы серьезные придумать невозможно слон B4 то есть по сути черные развиваются примерно таким же образом но белая пешка вместо E3 стоит на E4 это с одной стороны безусловный плюс в некоторых вариантах есть возможность административного развития слона C1 белых больше пространства то есть в некоторых вариантах после E3 белые хотели бы провести E4 но вынуждены делать это с потерей темпа но свои недостатки тоже присутствуют главный недостаток это то что черные практически в любой момент могут рассматривать взятие на F3 после чего белым чтобы не потерять пешку придется портить себе структуру обратите внимание что вот например после 2 0 слон F3 ферзь бьет F3 черные просто забирают пешку и компенсация белых явно недостаточно за нее а после G получается позиция плохой структуры но конечно с другой стороны с сильным центром из двумя основных белых есть как свои плюсы так и минусы после слон B4 еще можно сказать что по-моему слон G5 самое главное не работает вот такой ход обычно любят делать новички с идеей вот так вот E5 и как-то выиграть но по-моему после слон G5 F6 приходится слону ходить несловно хлебавшим то есть бить на F6 да после слон G5 одно из возможных решений это H6 если Олег имеет ввиду что если слона H4 тогда G5 да и на слон G3 конь E4 да черные выигрывают пешку и партию поэтому так играть нельзя но после слона F6 F6 у черных видимо уже перевес потому что два слона что еще да когда медбелом проснять 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 белопольного слона тогда черные просто побьют и получат лучшую структуру поскольку фигур на доске очень мало то вот их перевес пространстве он несущественен кроме того легко предположить что белый король окажется слаб а разноцвет в этом случае только усиливает атакующие тенденции опять же в общем-то я говорю несколько такие очевидные вещи но вот поскольку у нас недавно в нашей группе было достаточно бурное обсуждение того что мы должны освещать в своих роликах и что не должны останавливаемся на таких деталях тоже а второе решение после слона g5 может быть в какой-то степени даже более сильный это ход ферзь за 5 такой достаточно жесткий то есть обратите внимание что самое простое что украшает это выигрыш фигуры это-то понятно длинный ход ферзем ну и помимо этого грозит насколько я помню эта позиция очень похожа на кембридж финский вариант когда ферзь прыгает на 5 и там слон бьет f6 и выиграют да но черно здесь примерно два лишних темпа плюс слон за пешечной цепочкой вместо c8 да и вот здесь вот как раз да здесь я не согласен здесь разница в том что слон бьет c3 там нет хода конь d2 который часто бывает и который как бы ферзь оказывается неудел но здесь слон на g4 оказывается просто на месте и монстр то есть после бц ферзь бьет c3 приходится отдавать слона еще с шахом ну то есть белых просто безнадежно надо сдаться да поэтому аналогия аналогия безусловно она имеет имеет место имеет место но все-таки какой-то просто черных слишком шикарный кембридж спринский вариант все благодаря слону на g4 белым надо играть слон d2 ну и здесь после опять же много ходов проще всего конь d7 2 0 и e5 сразу ну и черные боятся за перерез вместо белых что в общем-то достаточно часто мы пока видим неправду да ну то есть двумя способами у нас получается и аж 6 и ферзь а5 ну у меня есть подсознательное ощущение что позиция после ферзь а5 выгоднее чем позиция после аж 6 слону на 6 ферзь а6 но опять же если против вас сыграли слону на g5 вы можете любой из этих методов применить и получить комфортную игру да главное не играть конь d7 да более того вы можете даже сначала побить на ф3 и здесь сыграть ферзь а5 может быть так тоже достаточно сильно потому что обратите внимание после слона d2 в том варианте черные на слон bf3 белые ферзь bf3 ход имели а здесь уже структура испорчена заранее в общем любая из этих трех возможностей сильна за черных поэтому за белым тут есть 3 3 более-менее нормальных хода 2 0 выглядит самым естественным ферзь d3 чаще всего поменялась на практике хотя чаще всего это тоже всего лишь в 10 партиях а самый сильный ход на мой взгляд это ход e5 потому что опять же мне кажется что после 2 0 fxd3 именно именно черные так в некоторой степени борются за перерез ну давайте начнем рассмотрение самого логичного хода 2 0 ну мы уже сказали что можно побить на f3 и получить эту позицию с плохой структурой это возможность она всегда актуальна и всегда у черных там неплохая контрагра но может быть еще проще еще сильнее просто сыграть 2 0 по-прежнему а слон бьет c3 и конь e4 не работает здесь то есть здесь видимо инициатива да у черных ой у белых и два слона конь e4 мы столкнемся с намного более актуальной позицией в ролике с ходом слона f5 и ну и ну и практически всегда белый просто хотят сыграть слона 3 и зацепить короля это в общем-то ключевая идея почему белая жертвует пешку на e4 на самом деле здесь белая жертвует еще одну пешку но не знаю я бы такой не стал бы черный не не такой я бы не стал я бы конь d6 сыграл да но то есть черный скорее всего смогут рокировать но сейчас fxb3 например ну я не вижу просто особой причины в позиции которая является достаточно комфортной и так идти на какие-то осложнения в которой именно белые имеют инициативу ну и к тому же мы будем мы столкнемся еще с более с более важной скажем так с точки зрения дебютной теории нашего репертуара редакции вот этой жертвы это Олег правильно подметил что практически всегда когда белые проводят таким образом e4 это на самом деле жертва пешки потому что если белые каким-то образом пытаются защищать на e4 это обычно стоит слишком слишком много темпов а следовательно приводит к тому что белые теряют инициативу ну после 2-0 черный не обязан набирать на c3 потом на e4 и более того сильнее 2-0 прощение и после 2-0 после 2-0 слон бьет c3 bc акун e4 уже грозит всерьез потому что черные уже архировали и белым надо принимать какие-то меры опять же можно пойти фикс b3 опять же наша стандартная реакция а5 ну и после слона e3 потому что уже грозит слон бьет f3 gf и фикс d4 белые должны защищать пешку черные программно портят белым структуру играют конь d7 ну и получается после ладья а d1 ферзей 7 типичная позиция в которой на мой взгляд черные и черных опять же лучше потому что план связан с ходом e5 потом может быть кунь h5 кунь h4 структура испорчена король белых на g1 расположен неудачно то есть наверное на e1 он стоял бы лучше какого-то конкретного плана игры у белых не видно потому что им хотелось бы воспрятствовать под прорывы черных e5 путем f4 но так играть нельзя ввиду потери пешки и у белых просто плохо поэтому ну как и в общем-то в большинстве случаев сегодня ход с b3 не опасен а белым надо каким-то образом защищать пешку ну вот у меня здесь приведен такой логичный в общем-то ход за белых ладья е1 просто защищая на e4 но обратите внимание что белые уже в некоторой степени хотят сыграть h3 и может быть потом слон e3 поэтому черный наверное пора определять структуру пора бить на f3 в который раз повторюсь что ферзь бит f3 ход не работает ввиду ферзь бит d4 и у черного большой перерез поэтому надо играть gf но после gf gd7 снова опять же белые могут сыграть e5 но после gd5 они отдают все поля буквально то есть позиция просто напоминает решето и если никакой динамики сразу не найдется то белых близко к органу наверное а я особо динамики не вижу ну а если белые не играют e5 тогда черные проведут e5 и получат опять же типичную контр-игры на мой взгляд играть черного проще поэтому ход 2-0 несмотря на кажущуюся такую очевидность он видимо достаточно слабый поэтому сильнее забила ферзь d3 ну либо e5 e5 практически никогда если не ошибаюсь вообще e5 в реальных партиях очных не встречалась согласно моей базе но ход принципиальный поэтому поэтому анализ мы начнем с хода ферзь d3 идея хода ферзь d3 простач белые таким вот образом защищают пешку на e4 избыточно то есть теперь ни конь e4 не грозит солнце 3 бц конь e4 тоже не грозит и что намного более важно следующим ходом белые хотят пойти конь e5 потому что связки уже нет и поэтому черного надо срочно прояснять позицию и брать на f3 опять же ферзь f3 невозможно уже вход вынужден и вот тут вот есть две возможности одна из них в общем-то в духе всего нашего репертуара всего что мы уже рекомендовали в течение этого видео а вторая возможность возникает вот только конкретно в этой позиции но возможно она сильнее наша стандартная реакция это ход конь d7 тут вот белые могут воспользоваться тем что они еще не рокировали поставить ладью на активную позицию g1 g6 играть неудобно потому что ослабляются черные поля ну король в 8 играть не хочется без рокировки оставаться ну а 2-0 понятно дело самоубийственно ну практически самоубийственно ввиду слова 6 и уже эта позиция некомфортная по меньшей мере все-таки король плохой черные поэтому поэтому после конь d7 ладья g1 черные должны воспользоваться вот конкретной особенностью этой позиции сыграть ферзь c7 ну и здесь после нападая на пешку h2 здесь после ладья g7 ферзь h2 возникает такая неясная позиция компьютер считает что черных чуть лучше но на мой взгляд это не совсем очевидно все-таки оба короля достаточно слабые белые достаточно активные фигуры опять же если вам нравится такая вот слегка иррациональная игра если вы проведете небольшой анализ сами отчасти вам это поможет пжн который я безусловно оставлю под выложенным видео в нашей группе тогда вы можете играть коль коль д7 ферзь олег ты что-то говорил да здесь видимо черные хотят я так понял длинную рокировку сделать короткую не дали хотят длинную значит я просто вижу слон d2 допустим длинная рокировка и соответственно нельзя играть вадя бьет f7 вроде бы казалось что белые цепляются но после вадя бьет f7 конь e5 это конец ну так может быть конец может быть еще не конец не знаю как бы 8 ну да пожалуй какая-то вива пожалуй конец все-таки черные одним ходом напали на всю позицию белую да в общем это не держится ну да имейте ввиду что даже без этого називкал df7 код e5 в любом случае угроза потому что обе фигуры зависают и на ферзи e2 там ладят d4 в общем да у черных здесь есть определенные ресурсы для контр-игры и позиция видимо неясная примерно равная объективно так что код e7 ход возможен но в данной конкретной ситуации вы можете воспользоваться недостатками хода ферз d3 и прорывать позицию сразу и в c5 ход уже встречался на практике белые в реальных партиях играли d5 на мой взгляд код d5 достаточно слабый после ed ed 2 0 белых просто проблемы потому что король уж очень слабый белые могут попытаться указать на то что у черных тоже гипотетически возможны проблемы с королем но на мой взгляд проблема проблема белых здесь старше потому что ход сону 6 это удар вилами по воде ввиду g6 и просто какого-то дальнейшего прогресса не видно а конь e5 уже угрожает всерьез ну и у белых очень плохая структура очень плохой король то есть если ничего динамики сразу нет то у белых достаточно плохая позиция то есть кажется что возможно д6 с идеей ладьяго g6 использует связку но конь e5 черного гайдное опережение просто выигрывают партию видим обратите внимание очень сильный ход защищаем на f7 нападаем на c4 на ферзя и защищаем на g6 и все это одним ходом да и поэтому ход d5 довольно любопытно кстати никита стоп 5 секунд там по-моему в самом конце ты тут где-то он показал мы на все напали вот здесь да конь e5 ну да на соната напали приходится играть ферзь e2 и видимо конь g4 да конь g4 конь g4 слон f7 не страшно так подожди а что тут страшного и шахты 4 видимо белых тут привет быстро как это все так случилось да слон f7 недооценим да потому что если король h8 просто бьем сладью черных да слон f7 сильно тогда значит не прокатывает вот лучших к интересам но черных прокатывает намного более простой ресурс ферзь бед до 6 личная пешка и лучшая позиция ну или если вас если вас так игрирует слон c4 можно его побить и теперь и потом на d6 да ну мне кажется что лучше сначала взять на d6 потому что белым может быть еще придется тратить темп на ход на отход этого слова в общем в любом случае у черных перерез и боряться этого не стоит поэтому ход d5 достаточно слабый и на мой взгляд если уж белые не хотят здесь получать сразу хуже с дебют они должны сыграть более консеркративно именно dc черные могут сразу побить ферзей побить на c5 и получить эншпиль где у белых два слона в открытой позиции что компенсируется слабостями черных полей и слабостями пешек на параллесском фланге ну или можно сыграть похитрее пойти кунь bd7 что будет наша рекомендация все таки ну видно что позиция беда достаточно достаточно дырявая ну да после 2-0 можно побить на c5 конем и получить может быть более выгодную редакцию можно побить слоном попытаться проиграть позицию с ферзями уповая на то что потенциально король белых лаженей достаточно слаб в общем в любом случае проблем у черных здесь нет но и при точной игре у белых тоже особых проблем быть не должно и это сильнее чем d5 и вообще я думаю что ход ферзь d3 сильнее чем ход 2-0 ну а может быть самое такое самое безопасное по крайней мере за белых это пойти e5 вместо ферзь d3 это наша третья опция и последняя в данной позиции после e5 белые нападают на коня но ход конь d5 практически вынужден что вовсе не означает что он плох ход сильный белые играют 2-0 опять же можно рассматривать взятие взятие на c3 но скажем так на свой страх и риск белых тут много возможностей можно попробовать пожертвовать качество а можно просто пойти ладья b1 пока цепляя пешку цепляя пешку b7 если черный ее защищает тогда слона 3 без жертвы качества если же черный попытаются забрать на f3 то белые вовсе не обязаны здесь портить себе структуру потому что в данном случае мне кажется динамика старше ферзи в 3 нападая на слона и на слон d4 ладья b7 или слона 3 позиция черных крайне некомфортна в общем сюда идти явно не стоит если вы не хотите да пешками съели много но король очень сильно ослабился да в общем если вы не хотите стать с авторами миниатюры то лучше так не играть да поэтому взятие на c3 слабая и что самое главное абсолютно абсолютно не нужно то есть просто 2 0 и обратите внимание что ходом e5 белые с одной стороны отдали важное центральное поле d5 с другой стороны они избавились от всех проблем с ходом слона f3 и избавились от проблем с подрывом черных путем e5 и еще от некоторых других проблем с координацией собственных фигур поэтому ход e5 на мой взгляд оптимальное решение проблем белых и после слона d2 ну примерного варианта слона d2 a5 опять же всегда есть смысл зафиксировать зафиксировать структуру на ферзенфланге h3 слон h5 получается такая вот позиция где опять же это похоже на некоторые варианты принятого ферзевого гамбита после dc e4 и конь f6 ну на мой взгляд если сравнивать опять же с принятым ферзевым то белые играли не самым принципиальным образом и после условного там младяя e1 конь d7 у черных нет проблем каких-то фоксированных вариантов тут нет поэтому продолжать вот посмотрение этой позиции вплоть до какого-то там результата я думаю с большого смысла нет у черных полноправно мне никакого здесь надо просто сказать что позиция с обоюдными шансами вот так да у черных полноправная игра а теперь мы переходим к самой неприятной части всего этого всего этого варианта спустя полтора часа после конь d7 то есть прошу прощения конь d7 абсолютно не имеет отношения к нашим проблемам наши проблемы связаны с ответом белых конь e5 после слон g4 и в то же время и скорее всего так и будут с вами играть да это с вами e4 практически шансов что против вас пойдет e4 достаточно немного либо пойдет e3 по аналогии с вариантом слон f5 либо пойдет конь e5 тоже по аналогии с вариантом слон f5 ну еще и белые намекают на то что не нападают у слона достаточно прозрачно намекают ну и вот тут вот тут с одной стороны черных ожидает наибольшие проблемы с большим запасом наибольшие проблемы из всех вариантов которые мы сегодня рассматриваем и в то же время тут мы увидим самую красивую пожалуй такую идею за все сегодняшнее видео после конь e5 черные отвечают не слон f5 не слон f5 что казалось бы логично но после ходов слон f5 слон f5 у белых просто комфортный перевес то есть единственный ход который имеет здесь смысл хотя он достаточно давно забракован теорией но мне кажется что не все так очевидно это ход конь bd7 производит немножко странное впечатление белый только что палец на черный вставляет его под боем кроме того белые могут при желании побить пешку на c4 но тем не менее тут есть некоторые конкретные нюансы у белых после кода конь bd7 три основных возможности мы их рассмотрим не в порядке увеличения популярности а в порядке увеличения опасности для черных самый безвредный из всех логичных ходов за белых тут некоторые шансы против вас так сыграют здесь есть и очень важно знать точно ответ на это дело в том что если черный сыграет сейчас слон h5 или слон f5 белый в любом случае меняется на d7 потом играет e4 и получает большой перерез потому что потому что пешечный центр слон на h5 не удел и в общем-то возможно если кто-нибудь помнит партию кравник топалов ну и даже не партию вообще диспут скажем так в дебюте в матче в листе на первенстве мира то вот там была очень похожая структура но у черных по сравнению с теми позициями не хватает полутора темпов и даже позиции из чемпионского матча на мой взгляд для черных достаточно неприятные то есть кравник их удерживал но с некоторыми проблемами так что после хода f3 черным надо в общем-то проявить некоторое оппозиционное понимание и сыграть слон е6 ход выглядит немножко странно казалось что солнце в 8 никогда не развивается но тут вот конкретный шахмат черный защищает пешку на c4 просто просто вцепляется в нее зубами ну и на самом деле не так легко доказать что белых есть не то что перерез но даже равенство практически всегда в реальных партиях белые по каким-то не совсем ясным для меня причинам играли е4 ход ну слабый еще мягко сказано потому что после коня е5 де ферзь d1 ну любого взятия d1 конь d1 наверное несколько сильнее конь d7 у черных просто личная пешка и белые ее не отыгрывают либо если даже они ее отыгрывают то получают колоссальные проблемы с координацией фигуры развития то есть вот сейчас уже висит на е5 логично пойти f4 угрожая f5 поймать слона тогда просто g6 и на конь е3 возобновляя угрозу f5 ну и нападая на пешку у черных тут есть очень сильный ресурс c3 материал возвращается но после bc конь c5 у белых большие проблемы даже на е4 защитить крайне тяжело помимо этого в вариантах грозит грозят всевозможные вилки с полей b3 и d3 ну и позиция белых видимо тут для стак програны уже в любом случае ход е4 он просто на редко слаб конечно же надо играть d7 после d7 e4 g6 выясняется идея всего этого варианта то есть несмотря на то что развитие черных выглядит немножко неестественно пешка есть пешка белые так легко ее не отыгрывают любые ходы в 1 e5 они только ослабляют позицию белых ну в случае простого зарушения развития черные тоже зарушат развитие фенкетируя слона ну и никаких проблем у черных тут нет то есть на мой взгляд даже у белых есть некоторые проблемы потому что пешку c4 еще надо отыграть то есть единственное по сути единственное что надо запомнить то что после f3 естественно отход слона h5 слаб и надо убирать слона e6 защищая пешку и в этом случае только белые столкнутся с дебютными проблемами гораздо сложнее дела обстоят после двух других ходов конь g4 и конь c4 ход конь g4 если вы вдруг решите применять этот вариант на партии будет встречаться вам примерно в 95% случаев если если не больше потому что как не смешно вот алекс согласись ход конь c4 он не самый естественный но все-таки кажется что в каких-то партиях белые должны были так играть ну вроде бы логично ну да конь g4 могу объяснить с точки зрения новичка который почитал например такие учебники что нужно развиваться то есть конь g4 и e4 допустим то есть мы ферзем напали на коня как бы захватили центр слон с f1 нападает на c4 но это все общее соображение опять же да у белого здесь есть есть конкретное возражение мы его пока не будем озвучивать а я вкратце остановлюсь на ходе конь g4 очень вкратце потому что рассматривать мы его будем в самую последнюю очередь ввиду того что ход конь g4 самый опасный для черных просто как не смешно ход конь g4 встречался в нескольких сотнях партий турнирных с классическим контролем ход конь g4 встретился в одной партии и вы не поверите но белым играл Хасару Коббланк и это было еще в 1900 вот это да это было еще в 1931 году ну Коббланк в общем-то в который раз подтвердил свое невероятно аппетитационное понимание потому что с тех пор все как заведенные брали на g4 а ход к комбе g4 довольно слабее а вот Коббланк в 1931 году разобрался в позиции и после конца 4 и ферси 7 g3 он выиграл хорошую партию у своего соперника правда в общем-то по-моему любительского уровня во всяком случае я с таким шахматистом не знаком ну на самом деле после ферса 7 у белых есть еще сильный ход f3 в любом случае белых там перерез поэтому вместо ферса 7 мы будем рекомендовать а5 ну даже после а5 белые видимо вполне могут претендовать на перерез поэтому поэтому начнем рассмотрение как обычно с более приятных и менее опасных для черных вещей а именно с хода конь g4 ну а то я черных вынужден здесь у белых два ну по сути только два логичных хода это ход е3 нападая на коня и нападая на пешку и ход е4 который выполняет ту же самую функцию ход е4 намного более популярен ход е4 практически наверняка увидите если вы будете применять этот вариант в своих блиц партиях и ход е4 значительно слабее потому что тут выясняется ну практически вся идея варианта с лжи 4 точнее не вся идея главная его идея что после е4 у черных есть одна из самых неожиданных жертв из тех которые я встречал это ход е5 ух ты да да ход конечно вызывает удивление вот я говорю для новичков вот эта вот такая вот магия она как бы непонятна они вот видят на два хода что как бы сон же алло прошу прощения просим прощения за небольшие технические накладки остановились мы на вот таком взрывном возражении черных е5 черный жертв фигура ну вкратце скажем что в данный момент уже все масты сожжены то есть никаких полумерзий быть не может на коне в 6 белые могут побить на с4 может быть могут вообще сразу пойти е5 ну так прошу прощения у белых у черных колоссальные проблемы не слонов не развитие король плохой ферзи 4 выскакивает в какой-то амед ну так играть нельзя просто позиция на грани прорига на грани ты лаком ты меня слышишь сейчас так снова прошу прощения за накладку сюда ход е5 оказался слишком взрывным для моего соединения уже во второй раз но оно его не выдерживает да я смотрелся на том что полумеры здесь неприемлемы и черный в случае простого отвода коня или каких-то других ходов, они просто получают позицию, которая близка к безнадёжной, поэтому ход Е5 вынужден. Ну, как бы, одним тем, что ход вынужден, вся его идея не ограничивается. Понятное дело, что чёрный жар тут фигура, но взамен они получают мощный пешечный центр, то есть в примерном варианте Ферзи 4 и ЕД. Они получают уже 2 пешки за фигуру, конь С3 под боем, коня надо убирать, причём отвод коня будет выглядеть несколько неестественно. Ну, в какой-то момент Ферзи 4 попадает под бой, под темп после конь Е5. Если белый конь уходит с поля С3, то возникает возможность для шаха в сломбе 4 и Ферзи 5, намекая на то, что король белых расположен неудачно. В общем, я не до конца уверен, что есть прямо абсолютно полная компенсация, но в условиях реальной партии защищать эту позицию белыми очень тяжело. Особенно учитывая то, что на стороне чёрных будет эффект неожиданности всегда. Ну, а теперь давайте немножко более подробно остановимся на том, что же здесь собственно происходит после Е5. В первых, у белых есть одна, но ровно одна возможность отскочить от всех этих жертв и получить позицию, ну, более-менее неплохую. То есть у белых явно не будет перереза, но и проблем тоже особо быть не должно. Это после хода д5. Других, то есть белых буквально два возможных хода. Теперь сберет g4 и d5. Всё остальное неприемлемо. В основном, c4 проще всего ед, ну и уже, уже, уже у белых проблемы. Большие. Ввиду того, что чёрные слишком комфортно развиваются. Поэтому либо брать на g4, либо играть на d5. Олег, меня слышно сейчас? Да, да, слышно. Всё отлично. В третий раз соединение выдержало ход е5. Да, и поэтому у белых две возможности либо всё-таки брать коня, либо играть на d5. Так вот слегка запирая центр. Ну, поэтому начнём рассмотрение с хода d5. Теперь же конь на g4 висит всерьёз. Приходится его убирать на f6. Белые бьют на c4. И после слона бьёт c5 это уже совершенно другая позиция по сравнению с тем, что могло получиться после немедленного коня в 6. Чёрные ходом е5 они завоевали, ну, такое количество чёрных полей одним ходом, какое-то вообще возможно. То есть теперь у чёрных есть отличный опорный пункт на d4. Чёрных, ну, у них нет ни одной плохой фигуры, потому что белопольник разменен. dc в bc потенциально приводит, в общем-то, кажется, что у чёрных создаётся слабость на c6. На самом деле это у белых будут проблемы, потому что слабость на b2 чувствуется значительно сильнее, а пешка на c6, она, что очень важно, отнимает у белых фигур поля d5 опорная. А вот белым у чёрных фигур поля d4 отнять нечем. То есть, ну, у белых, конечно, есть свои плюсы. Не сейчас бывает, что пешка d5, она объективно, по факту, защищённая, проходная. То есть, если фигуры на доске становятся меньше, у чёрных могут быть какие-то проблемы. У белых два слона, что тоже в каких-то позициях может казаться. В общем, на мой взгляд, это динамическое равновесие. После 2-0 от 2-0. Опять же, все эти соображения сохраняются. После dc, bc для белых невыгодно, поэтому надо играть ферзи в 3. Ну, то есть, не то, что надо играть ферзи в 3, надо делать какой-то ход разумный. Ход ферзи в 3 это с заметным отрывом первая линия компьютера, но и действительно, то есть, в выгоде достаточно логично. В любом случае, даже если белые играют не ферзи в 3, а какой-то другой ход делают, например, там, ладья е1 или ферзи е2, чёрный, примерно, тот же самый план, не ставят слона на 2-4, потом играет а5, фиксирует королевский, то есть, прошу прощения, фиксирует ферзи в фланг, после этого развивает свои фигуры, оставшиеся по чёрному поляну, то есть, ферзя ставят на е7, коня в вариантах ведут на c5, ладьи по центру и у чёрных комфортная позиция. Поэтому давайте прикинем примерно вариант ферзи в 3. Опять же, я думаю, что у чёрных есть неплохой выбор, можно пойти а5, можно пойти слон d4, ну, положим слон d4, опять же, белые тут могут почувствовать, почувствовать идею чёрных сыграть а5, но здесь это не так хорошо, потому что чёрный играет ферзи е7 и в вариантах ведут корзаны b4, таким образом подчёркивая слабость пешек белых на корзан фланге. Ну, поэтому опять вряд ли здесь сильнейшая, молодец d1 выглядит более логично, ну и после опять компьютер считает, что позиция правонравная, на мой взгляд, опять же, чёрным играть чуть-чуть приятнее, потому что я не вижу особого плана здесь за белых. Не так легко развивать фигуры, потому что если, предположим, слон с1 выходит на жб, то у чёрных всегда есть идея ферзь b6, наваливаясь на пешку b2, ну и если белые каким-то образом делают пустые ходы, вроде h3, у чёрных очень понятный план действий на ближайшем. Ферзь е7, ладья а на d8, ферзь выбросился на b4, конь пошёл на c5, и чёрный начинает обрабатывать слабости белых на ферзьевом фланге. А за белых я вот такого простого плана не вижу. Ну да, может быть, если только как-то пытаться слон е3 там сыграть, разменять этого слона силу. Слон е3 разменять, может быть, и удастся, но чёрные, прошу прощения, белые остаются без одного из своих главных козырей, без двух слонов. А ещё не исключено, что тут есть ход ферзь b6. То есть, сейчас уже чёрные хотят побить на е3 и испортить структуру. Если размен, тогда е3, у чёрного коня появляется поле е5. Конь под боем, пешка b2 под боем. То есть, помимо всего прочего, у белых тут есть ещё какие-то конкретные тактические трудности, как мне кажется. Ну да. Да, я думаю, что надо играть с лун c1. Ну и вряд ли потерять двух темпов может пройти бесследно для белых. Согласен. Уже ладья d8 в конце 5. Или ферзь b4 сразу. В общем, вот видишь, не так легко даже развиться. Ну да, но это мы сейчас рассмотрели такой вариант, где белые просто сказали, что я боюсь, я попал на компьютерную заготовку и как бы надо от греха подальше сворачивать всю эту лавочку и рыбиться. Да, белые ход d5 в некоторой степени малодушный. Хотя, против меня где-то в процентах с 30-40 партии вот в этой позиции так играли. Причём, после некоторых раздумий примерно 20-секундных. Да, ну я думаю, в 99,9% случаев, в случаях, имеется в виду, если эта партия встретится в... вернее, вернее, не так. Эта позиция встретится в партиях наших зрителей, а наши зрители в большинстве с вами признались, что они любители, так как международных мастеров, мастеров Фидея и прочих у нас сильных шахматистов не так-то много, то думаю, что именно в 99% случаев встретится как раз жадная ферзбет G4. Да, к тому же, не стоит забывать, что среди международных мастеров и других, как ты выразился, сильных шахматистов тоже в основном всё-таки принципиальные шахматисты, и они тоже, скорее всего, победят на G4. Ну а да, на уровнях ниже большинство людей просто победят на G4, потому что они подумают, что это зевок. Ну и после ферзи 4 и ЕД, скорее всего, они поймут, что это был не совсем зевок. Тут и белокинство. или конь А3 отступление. Даже 4. Конь А2, конь Б1, конь Д1 и конь Е2. Да, но из них, скажем так, ход конь Е2, он самый слабый, скорее всего. Да, потому что там конь Е5 и на Д3 сразу шах и всё, и это конец. Моментальная задача. То есть, ну может быть, может быть, это не совсем моментальная сдача, но, ну понятно, что это даже анализировать особо дальше не хочется, потому что, ну, белые подарили примерно несколько десятков темпов этим этим ходом конь Е2 для развития атаки черным. Ну да, и ферзи Б3 шаг грозит, в общем, здесь даже анализировать нечего, и понятное дело, что если даже здесь и без фигуры, то конь Е2 это сразу отметаем. Да, вот остальные, остальные отступления коня надо всё-таки рассмотреть. И ещё надо рассмотреть ход слон Д2, такой достаточно неожиданный. А, то есть, опять трусим и отдаём, да? Да, ход слон Д2 один из самых сильных, но против меня так никто никогда не играл. видимо, белые, если не только что, вот представь ситуацию в партии, белые, всё-таки обычно попадаются более-менее сильные соперники, они понимают, что это не совсем зевок, а какая-то или компьютерная заготовка, или такая авантюристская жертва, скажем так. Может быть, ну, это похоже на, как это, на трак, ой, подожди, да, на тракслера, наверное, где жертвуется фигура, и потом при правильной игре, или Муццо, допустим, то есть, где вроде бы и жертвуется фигура, но жертвуется за определенную инициативу. Ну, я думаю, что этот вариант, он, всё-таки, несколько более солидный, чем контракт от Ракслера, ну, хотя, некоторые сходства есть. Ну, в общем, суть в том, что, вот представь, соперники, они увидели, что это жертва коня, соперники подумали, прежде чем его брать, поняли, что жертва коня такая, несколько спекулятивная, то есть, чёрные сразу ничего не отыгрывают. После этого чёрные побили на Д4, и вдруг белые передумали, играть с лишним кролем, и вернули коня. это не... Так, поэтому, с ВНД2 можно не рассматривать ввиду, как это сказать, ну, крайне малой, скажем так, вероятности. Всё-таки, в шахматах, вот, очень, Никита, важна психология. Именно, вот, в моих, именно, в моих партиях, которые я показываю, с книжки Муцукевича, то есть, катастрофы в дебюте, там просто в 80%, наверное, вот эти все ловушки основаны на психологии, что сопернику просто неудобно будет играть сильнейшим образом, и не найдёт он просто этот ход. Ну, всё-таки, я не могу себе позволить не рассматривать в данном видео сильнейший ход за белых, ну, один из сильнейших. Можно с него начать, потому что он наименее вероятен. Ну да, давай его быстренько просто так это рассмотрим, СВНД2, и я так понял, что, пока мы не берём этого коня, потому что после СВНД3, там проблема будет с пунктом G7 небольшая. Да, можно взять коня, но сильнее сыграть коня в 6. Я всё-таки попрошу обратить внимание на этот вариант, потому что, если вдруг против вас играют СВНД2, это означает, что каким-то образом ваш соперник анализировал это. Да, а ещё, Никит, вероятнее, что сыграют два шахматиста, которые находятся в нашей группе, и один и другой посмотрят это видео. Да, это тоже возможно, хотя, в общем, я прошу, если вдруг у кого-нибудь из, скажем так, наших зрителей, которые досмотрят это видео до этого момента и потом против другого такого же нашего зрителя применят этот вариант в одном из наших турнирах, я попрошу обязательно или оставить комментариях к этому видео или как-то отдельно написать мне, я с радостью посмотрю партию. Будет интересно. На самом деле, это, конечно, не моя новинка, то есть такие партии были, и слон d2 тоже играли, но считанные партии там буквально меньше десятка, но тем не менее это встречалось. И было установлено, что ход конь f6 самый сильный. Ну, я к тому же достаточно много времени потратил на анализ всего этого со своим движком, так что в некоторой степени можно быть в этом уверенным. После слон d2 сильнее всего играть конь f6, и вот тут вот, ну, опять же, у белых есть несколько ходов, но мы, наверное, будем смотреть только самый сильный, только ход f5, потому что, если вы не, ну, вполне понятно, если не совсем очевидно, что ход f5 здесь самый сильный, но мы не можем останавливаться совсем уж на всем, то есть ход слон d2, но шансы, что он встретится, они практически нулевые. Если мы будем еще смотреть здесь не самые сильные ходы за белых, тогда видео затянется на сутки, видимо. Поэтому вкратце я сейчас приведу просто главную линию моих анализов совместных с какими-то компьютерными выкладками. Ферзь е7. Опять же, конь под боем. Убирать его, если уж соперник подставил коня, он его не будет сейчас убирать, но к тому же это слабо там по конкретным причинам из-за коня е4. Поэтому белые должны идти до конца, играть из 3-0. После чего 4 до 5 не бьют коня, играет же 6. И на ферзе 5 играет аж 6. После чего тут есть 2 возможности. Одна из них более сильная охота за х4, а охота за х5 он уже применялся на практике. То есть была одна партия на ту тему, и после ферзе 5 черные в той партии сыграли сильнейшим образом. Б6, ферзе 6, ДЦ, слон С3, слон Ж7. После слон С4 и ДН получили вот такую своеобразную позицию. И с одной стороны у белых 2 слона, с другой стороны у черных слон на Ж7 очень хорошо выполняет свою работу противодействует С3. И у белых более слабый король. В общем, позиция динамической равновесия, но черные эту партию выиграли. Да, здесь еще в смысле то, что ферзе оказался вырезан как-то на поле А6. Да, и ферзе на А6 не совсем способствует. В общем, ферзе на А6 смотрит совсем не туда, куда смотрят белые слоны, скажем так. Да, и поэтому х4 несколько более силен, хотя и здесь черные поддерживают достаточно контрагрузка, и все. после ферзе на А4 черный раз, слон g7, слон bc4, dc, слон c3, g5. И после ферзе на А6 2 0. И получается немножко похоже, определенно тут врат, но все-таки ферз на А6 расположен куда лучше. Ну и даже тут я вовсе не уверен, что у белых есть какой-то перевес. Более того, по крайней мере, мой движок считает, что эта партия должна закончиться следующим образом. e5, конь e4. Я понимаю, что сейчас будет показано немножко странно, но проверено, скажем так, с аналитическим модулем достаточно сильным. Примерно на полторы тысячи пунктов сильнее, чем большинство наших зрителей. То есть ладья d7, ферз c5. Тут белые уже испытывают конкретные проблемы с висячими фигурами, еще не забывают, что конь f2 грозит, поэтому белые должны ликвидировать напряжение и переходить в равные рядачки. Слон f7, ладья f7, ладья бьет f7, конь бьет c3, я же 7, король g7. Тут белые не могут брать пешку из-за ладья d8, и король получает мат. Поэтому ферз c3, размен, размен, ладья e8, ладья e1, король g6, король идет на f5, если белые будут, ну, как-то король 2 сыграет, они могут и хуже получить из-за слабости на ферзерном фланге. Поэтому уже 4, не пускаем, ладья f8, и вот это позиция динамического равновесия. Несмотря на лишнюю пешку, белые так много слабости, и черные сейчас за ними за всеми зайдут. То есть, если белые как-то пассивно стоят, то они могут получить хуже просто. Там, после... Я думаю, что самая тонкая точность есть король f7. Да, именно король f7. Ладья f4 не проходит сразу, отыграя, потому что e6 идёт. Да, и придется обзорять ладью обратно, и это уже проблема у черных. А вот после короля f7 король сначала блокирует пешку, а потом ладья идет за слабостями. Ладья f3, ладья f3, ладья f4. Белые могут даже проиграть эту позицию. Поэтому, на мой взгляд, самое разумное за белых это пойти ладья d7, ладья d1, прошу прощения, ладья f2, ладья d7, и эта позиция имеет, ну, как я проверил с компьютером, быстро там, ну, просто первую линию его пощелкал, и пришел к рыбе, потому что эта позиция имеет большие тенденции к тому, чтобы все пешки поменялись. Просто материал на доске не остается, Ну, и, в общем-то, шансы, что когда-либо вашей бартии встретятся весь этот вариант равны, ну, можно считать их нулевыми, потому что десятые доли процента, в лучшем случае. Но, как бы не показать вариант слон d2 и сильнейшее продолжение я не мог. Ну, а теперь обратимся к тому, что реально может встретиться к вашей партии, а это отступление конем. Даже конь d2 намного более вероятно, чем слон d2, на самом деле. Да, но конь a2, видимо, здесь самые сильные, чтобы не было слона b4, ша. На мой взгляд, конь d1 слабый, в общем, очень слабый, а сильнейший это либо конь b1 или конь a2, и понять, какой из них сильнее, достаточно сложно. Но конь a2, по крайней мере, препятствует слон b4, шах, такому неприятному. Да, но конь b1, с другой стороны, подготавливает за крышку фигуры на d2, чтобы там... Да, чтобы и не... нету... это, как сказать, не решает рокировки. Да, королю не пойдет сомпускаться в длинное, опасное путешествие. Ну, ход конь d1 просто ужасный, потому что после слона b4, слона d2, ферк за 5, белые, видимо, ну... Серьезные проблемы, потому что надо, видимо, играть ферзи в 4. Обратите внимание, что ферзи в 5 нельзя играть, ввиду... того, что ферзя... того, что ферзя следят. Да, и ферзь связан. Нельзя брать ферзя из-за связки. Да, ферзи в 4, поэтому выдачу, но здесь черные могут хотя бы c3 пойти, и в худшем случае у них останется лишь напишек. Ну, потому что нельзя выбирать слона, это c2. Так, хорошо, хорошо, да, таким образом, после c3, черный, поменьше мере, отыгрывает материал, ввиду того, что на отход слона c2, скорее всего, удар с победой. Ну, и выигрывают партию, видимо, То есть, ход конь d1 слабый, видимо, настолько же слабый, насколько конь e2. Остается, ну, слон g2 мы уже рассмотрели, остается два отступления конем. конь a2 и конь b1. Ну, с какого начинаем? Ну, с конь b1, конь a2, я думаю, основной, мне кажется. Ну, в этом варианте очень мало партий, и очень, скажем так, все основывается на моих анализах, поэтому, случайно, случайный выбор, какой из них основной, какой нет. С какого, прошу прощения, еще раз, начнем. братья. Ну, что ж, конь b1. Да, и вот после конь b1 важно запомнить один момент, что слон b4 напрашивается, но слон b4 слабо. Не работает. Да, причем не работает совсем. На слон b4 слон d2, висит пешка на g7, висит слон, ну, после размена эта позиция безнадежная, у черного. Еще на c4 висит, в общем, в нем все не допис. Потому что белый раскручивается, от компенсации не остается и следа. Слон b4 играть нельзя. Да, и, наверное, Олег, ты прав. Слон b1 менее прицепиальный, чем конь d2, поэтому мы правильно с него начали. После конь b1 есть ход ферзе 5. Шах. Ну, и у белого тут два, две, два способа закрыться, слон d2 и конь d2. Ход слон d2 выглядит более естественно, потому что выигрывает темп на ферзе. Но ход слон d2 при этом более слабый. Поэтому именно с него мы и начнем. Да, слон d2 теперь уже ферзь b6, да? Да. И теперь, обратите внимание, висит на b2. Причем висит достаточно неприятно. Пройти слон c1 можно, но в крайнем случае вы можете повторить позицию, а лучше пойти конь e5, и черные борются за перевес. Потому что, ну, черные просто получили драмовой темп на ход ферзь b6, что, опять же, не может не сказаться на позиции. Поэтому обычно после слон d2 белые здесь надолго задумываются и обычно белые находят тактическую идею слон c4. Ну, понятно. Ну, понятно, слон f7, король f7, ферзь d7. Да, то есть, белые сейчас угрожают слон f7, но в то же время они отдают важную пешку на b2, и дело даже не в пешке, а в том, что там ладьян на 1 подвисает. Ну, черные должны принимать вызов и брать на b2. Так, я прошу прощения, вот. Так, прошу прощения всех, кто сейчас услышал, что надо брать на b2. Это не правда, ни в коем случае не надо брать на b2. Хотя, это именно то, что рекомендуется в считанном количестве даже не книжек, а статей, которые написаны по этому варианту. В том числе, ну, наверное, из них, самый солидный, который написан космистером Джонатом Роусоном. Вот он рекомендует здесь ферзь b2 и приводит там длинный вариант, в котором получается ничья. Ферзь b2 играть нельзя, после ферзь b2 черные испытывают большие проблемы, надо играть конь e5. Ну, поскольку, поскольку после ферзь b2 я нашел там сильную новинку за белых, я думаю, что стоит показать этот вариант вкратце. Но еще раз заболоните, что ферзь b2 играть нельзя. После ферзь b2 раньше считалось, что белым должен играть 2-0, после ферзи 1 слона f7 фоксировать ничью в длинных вариантах, которые я показывать не буду. Они есть в fjl файле. Но я, ну точнее я и мой движок, наверное, будет более правильно сказать, нашли, что здесь белые могут побить на f7, и после ферзь d7 слона e7. Я руками ввел движок ход e5, и он очень быстро прозревает и пишет здесь большой перевес от белого. Атака оказывается решающей. Вот эта позиция по не совсем очевидным причинам выиграна у белых. Я не буду на этом останавливаться, потому что ролик репертуарный за черных, и черные на самом деле поддерживают равновесие динамическое, ну а в условиях практически партии скорее всего борются за ферзь после точного хода на солнце 4 и конь e5. То есть ни в коем случае не ферзь b2, а сначала конь e5. И дело в том, что тут у белых строго единственный ответ. Дело в том, что на ферзь e2 такой, казалось бы, очевидный единственный ход, защищая слона, черт даже просто бьют на b2, и это совершенно другое дело. То есть у белых уже нет никакой атаки, а ладья висит на a1. Если ее брать, то теряется конь. Белые просто без материала и без компенсации за него, причем вообще без компенсации. Приходится практически сдаться. Да, и поэтому после солнца 4 конь e5 у белых вот есть ровно один способ поддержать динамическое равновесие, это побить все-таки на f7. Тут вот сказывается различие с предыдущим вариантом, что это могут побить конем на f7. Опять же, следующие ходы за белых единственные, иначе они остаются в плохой позиции, потому что пешком d4 проходная, и у белых полно слабости на ферзьевом фланге. Тут в ферзьеве у белых 2-0, поэтому я очень коротенький вариант на 2-0 указал. После 2-0 проявляется одна из основных один из основных тактических нюансов, черные могут сыграть c5 и подключить к обороне ферзья, потому что вот такой эншпиль, он очень плох для черных, прошу прощения, для белых, ввиду того, что белые не успевают установить блокаду по белым полям. Очень хочется поставить коня на a3, потом пешку на b3, и коня на c4. Но на коня 3 черные просто забирают на a4 и позиция плохая, безнадежная. А если дак, то белые не успевают коня поставить на c4, черные сыграют c4 сами, потом коня на e5 слава на c5. Ну и эти пешки намного опаснее, чем пешки f и e белых. Поэтому ход 2-0 просто, ну, приводит к плохой позиции. Что если белые не меняют ферзей, там играют в ферзе 4, ну, проще всего 2-0. Ну, тут невооруженным взглядом большие проблемы. Уже на d4, уже сейчас проходная очень сильно чувствуется. С каждым новым сделанным кодом будет чувствоваться все сильнее. Поэтому белые здесь один способ поддержать равновесие на слон e7 не самый очевидный, это сыграть коня 3. Ну и вот тут черные 2 возможности. После c5 ферз b6 ab b3 получается немножко похожий эндшпиль, но белых чувствительные изменения в их пользу. они поставили белопольную блокаду, и вот эта позиция примерно равная. Потому что, ну, несмотря на то, что белые поставили блокаду, особых планов у них нет, прошу прощения. Продолжаем мы с Алиэром Саламахой записывать видео по сарянской защите. Вот мы довольно неожиданно остановили предыдущий ролик на вот этой вот позиции, где белые получают похожую версию этого эндшпиля с защищенной проходной у черных, но все-таки за счет блокады по белым полям белые здесь имеют неплохие шансы на поддержание какого-то динамического равновесия. Поэтому не исключено, что после после хода после хода коня 3 c5 то есть, прошу прощения, вместо хода c5 у черных есть более сильный ресурс конь d8 такой достаточно неожиданный. тем не менее черные нападают на ферзя и если сейчас ферзь выходит по диагонали c8 h3 то черные просто ракируют и проблем не испытывают. Более того, в связи с более гармоничным расположением их фигуры слабости пешки 2 и вообще слабостью ферзьа фланга у белых тут некоторые проблемы объективно. Поэтому надо отступать на a2 и вот тут достаточно неожиданный размен на a3 и после ферзи будет a3 c5. Таким образом черный фиксирует структуру, ракирует и на мой взгляд черный здесь чуть получше. Но для c1 просто конь d6 защищаем надежно защищаем пешком цепать. Ну в любом случае больших проблем тут нет. Более того белым приходится находить не самый очевидный ход коня 3 чтобы просто не проиграть. Ну не то что не проиграть не получить плохой не получить плохой н.шпит. Да. я так понимаю что на этом рассмотрение хода конь b1 подходит к концу потому что после ферзи 5 так нет прошу прощения мы забыли о важном нюансе что вот после конь b1 ферзи 5 помимо хода слон d2 который напрашивается и в большинстве случаев будет сделан у белых есть еще наверное объективно более сильный но менее естественный ход конь d2 то есть таким образом белые замораживают своего слона и что самое смешное после d3 белые оказываются с двумя замороженными слонами то есть и ход слон f1 не имеет слон f1 не имеет ходов и слон c1 тоже не имеет ходов и в ближайшем будущем не будет хметь однако эта позиция не настолько не настолько проста и в общем тут еще компенсацию черных надо доказать дело в том что белые играют g3 и развивают слона с f1 через даже не через франкет а развивают его на поле h3 такое достаточно активное но черным надо проявлять активность черный играет конь e5 но опять же тут у белых белые наверное могут гипотетически отступить даже на d1 после слона b4 можно сказать что позиция по прежнему не ясная то есть у черных все фигуры очень активные но с другой стороны всего 2 пешки за фигуру но опять же мы не можем покрыть каждую такую позицию детально потому что просто у нас не хватит времени видео у меня не хватило бы времени подготовить материалы для этого видео просто поэтому мы остановимся на более активных и наверное объективно более сильных хода ферзи в 4 и ферзи в 5 ну что самое смешное ход ферзи в 5 просто приводит к ничьей более того это может быть даже таким тактическим упражнением у черных здесь нет ничего сильнее форсированной ничьей и вы дорогие зрители можете попытаться ее найти поставив видео на паузу да в общем все кто хотели уже поставили видео на паузу и решили или по крайней мере попытались решить вот это вот упражнение нахождение ничьей действительно ничья здесь форсирована черный играет c3 после bc играет g6 и в белых довольно то есть белым здесь уже надо соблюдать некоторую аккуратность ход ферзи в 6 единственный после ферзи в 3 ладья под боем приходится ее убирать и вот тут довольно неожиданная ничья то есть слон g7 брать с лана нельзя потому что ну во первых это выигрыш ферзя но что важнее это мат мат важнее да потому что после взятия ферзя там было бы конь и в 3 и фигура за него что абсолютно конечно не имеет никакого отношения к реальности поэтому после слона g7 белым надо так отступить ферзи в 3 чтобы держать под контролем поле f3 то есть пойти ферзи в 4 тут довольно опять же неожиданно черный играет слон g6 с той же самой идеей на ферзи в 6 мат поэтому белые должны отступить так чтобы держать поле f3 под контролем только ферзи в 6 получается но обратите внимание что после ферзи в 6 играть в коде f3 нельзя потому что белые бьют ферзи поэтому черные должны соглашаться на ничью Не исключено, что вот этот вариант Это объективно сильнейшее продолжение За обе стороны после этой жертвы фигуры Что было бы довольно забавно Но кроме хода ферзер 5 У белых есть еще ход ферзер 4 После которого форсированного результата не получается И после хода То есть c3 пойти можно Там есть этот вариант в пожрении Но там у черных похуже Поэтому лучше просто играть на позиционную компенсацию Слон е7, h4 Обратите внимание, что черные грозят Ходом слон g5 С выигрышем Потому что на ферзер 5 по нему в 3 шах Поэтому h4 Не допуская ход слон g5 И после ладья d8 Слон g2 2-0 Получается позиция у черных 2 пешки за фигуру Сильная проходная на d3 Ну и более активные фигуры Но в то же время у белых лишняя фигура И плохие возможности Ну по крайней мере поддерживать здесь Какое-то вот такое Шаткое, динамическое равновесие Ну на мой взгляд В лице шансы черных выше Потому что Играть с инициативой проще В классической партии Шансы равны Или может быть у белых Белыми даже проще эту позицию играть Потому что Фигура склонна В митер-шпильных воздействиях сказываться Но в любом случае Я не думаю, что это повод Для того, чтобы не играть В этот вариант черным Так, и нам остается Всего ничего Нам остается Посмотреть вариант коня 2 Один из самых важных Но при этом Особо длинных вариантов После коня 2 У нас не будет И посмотреть Самый неприятный ход для черных Вместо конь бьет g4 Конь бьет c4 Ну я так понимаю, что на этом Рассмотрение вариантов Слон g4 Можно будет считать Законченным После коня 2 Черные Немножко меняют свою концепцию И играют на Жадность Они играют ферзь a5 Шах Ай, у нас вот d2 Ферзь a4 Да, берут пешку Обратите внимание, что коня 2 Переигрывает лодиуса 1 И вот тут вот Эта позиция встречалась В одной единственной партии Белые пошли ферзь d1 После ферзь бьет d1 Блодиус бьет d1 Б5 Получили мощную Мощную просто фалангу Три пешки за фигуру И выиграли в итоге Да, но здесь, смотри Пять пешек на одну получается Если вот посчитать Ровно пять пешек на одну То есть В перспективе В перспективе получается Четыре проходных пешки Здесь образуются у черных Да, но и к тому же Матру, что эти проходные Они еще и сильно стесняют Фюмора белых В общем, я думаю Что черные здесь уже получше Даже объективно А в условиях реальной партии С любым контролем времени Белыми крайне тяжело Сдерживать эту фалангу Нет, пешки здесь очень сильные Из-за этого мы делаем вывод Что ход в ферзь d1 Достаточно слабый И за белых сильнее играет слон e2 Ну и вот тут еще такой Один, такой немножко Жадный ход Ферз c2 Точно На этом мой вариант обрывается Но я думаю, что у черных Тут достаточно Опять же, достаточно Неприятное давление Такой не 5 Во всех вариантах Подвешивается Рокировать нельзя Из-за того, что на 2 бьем Ну и к тому же Черные хотят просто Побить на b2 С выигрышем То есть тут опять же Не так легко За белых защищаться Какими-то там Ходами не самые очевидные Белые могут поддерживать Динамическое равновесие Но вот в реальной партии Даже просто найти Один следующий ход За них не так легко Тут, на мой взгляд Поэтому Наверное, объективно Самый сильный Самый неприятный Для черных ход Это слон d2 Сразу возвращая фигуру А ход, который требует Наибольших познаний Это ход Кунь b1 С коня 2 Как мы видим Разобраться достаточно легко То есть нельзя сказать Что у черных здесь перевес Но Им надо знать Тут важный Динамическое Но если они доходят До этой позиции Дальше игра Достаточно Не сложная На мой взгляд Ну и таким образом Мы Закончили рассмотрение Вот этой жертвы фигуры Но Нам остается еще Ход e3 Который Встречается достаточно редко Но ход сильнее Чем ход e4 И после E3 У черных Полятно дело Что ни киржет Уже нет Надо отступать Конем Слон c4 Получается Немного похожее На На То что мы видели В предыдущих частях Видео Позиция Но у черных Нет белопола Что с одной стороны Говорит о том Что у них Ну у них Стратегически Похуже Но с другой стороны Ни одной слабости Слон Чернополе Слон хороший Потому что Пешки будут вытянуты По белым полям Ну и Опять же Пешка на a4 Белых Неуместна E6 И вот эта Позиция встретилась В 8 партиях И они все 8 закончили с ничью И в 7 из них Даже Гроссмейстеры Играли 2-0 То есть Ход 2-0 Достаточно слабый После слона b4 Ферзь b3 Ферзь b6 Слон d2 a5 Это было во всех Во всех 7 партиях После После ладиа c1 2-0 Черные получали Комфортную игру По мотивам того Что мы видели В вариантах Слон g4 E3 Сразу Ну согласись Очень похоже Только нет Белопола Но все равно Черным такой же план Провести E5 И Основных проблем У них нет В который раз Уже повторяться Почему у них нет проблем Я не буду Да Но Вместо 2-0 Тут есть Более сильный ход За белых Который Никто не делает Но тем не менее Он достаточно неприятен И после него Белые могут Вообще Давать непререс Это ход А5 Сразу Типичная идея На слон b4 Белые встречают Ходом ферзь а4 Получают Перерес Поэтому Слон b4 Ход слабый Черным Надо Сразу реагировать По данной Конкретной ситуации Играть Б5 Ну Белые должны Брать Аб После ладиа8 Ферзь а8 Слон d2 Возможно Но по сути Приводит к тем же Самым позициям Поэтому Ладиа8 Тем более Что ладиа8 Объективно Посильнее 2 0 И вот тут Есть у черных Два варианта Наверное В обоих случаях У черных Чуть-чуть Похоже Объективно Но Возможности Принципиально Разные После слон e7 Белые Прошу прощения Заговаривайте Уже Времени Как вы видите Вы наверное Не видите Но время Уже почти Три часа ночи У меня После слон e7 Получается Спокойная Чуть-чуть Худшая позиция У черных Без слабости Но Сразу Полным уравнением Добиться не получается Или же черные Могут пойти Слон b4 Таким образом Они претендуют На полное уравнение Но у белых Есть опасная Жертва пешки После которой Они получают Опять же Чуть-чуть лучше Позицию Но значительно Более Острые Ситуации Начнем С слон e7 После слона e7 Белые могут Провести Е4 Могут И скорее всего Должны Потому что Иначе У них нет Особых Планов Сильных После e4 Черный играет b5 На слон d3 b4 Нужна какая-то Контрыгра Иначе Белые могут Задавить Своим центром Ну и двумя Сильными слонами На конь e2 c5 Черные Работают Позицию Это похоже Как раз на Варианты Славянки С e6 Похоже На миранский Вариант После e5 Конь b5 Наверное Здесь у белых Немножко Получше После Конь f4 Но Получше Благодаря Думу слона Да Играть В позицию Черными Можно Опять же Шансы Что она У вас Реально Возникнет В вашей партии Близки К 0 Ну к тому же Есть другая Возможность Которая Мне нравится Больше Пойти С лом b4 Дело в том Что Пристания На b4 У белых По сути Тоже Нет Никакой Другой Разумной Идеи Кроме Как Играть e4 Представьте Что белые Сыграли Ф3 2 0 Слон d2 b5 Слон d3 e5 Черные Провели Все что Хотели У них Уже Тут нет Проблем И это Происходит По сути При любых Спокойных Ходах Белых Играть e4 Белые Не то что Обязанные Но По крайней мере Это Единственный Способ Который Я вижу Получить Осязаемый Перевес После e4 Черные Бьют Бьют Пешку Белые К сожалению Имеют В своем Распоряжении Вот такую Вилку На коня И на пешку g7 Черный Гарь Конь df6 Fxg7 Тут можно Пойти Ладеже 8 Fx6 Король Е7 Можно Пойти Сразу Король Е7 Ну и Такая Странная Блица Возникает Где Оба Короля Достаточно Слабый Черный В какой-то Метре Располагает Ресурсом c5 На c Прицель Вязь К пункту g2 Ну и Вообще Позит Зарваная На c3 Висит Король Черных Во многих Случах Поддержан Различным Шахом Там Вообще Напастью Со всех Сторон Но Компьютер Считает Черный Здесь Держится И вообще Он пишет Нули У меня Есть Ощущение Что Белых Должно Быть Чуть Получше Тут Ну Или Может Даже Ничуть Но Подкрепить Это Ощущение Ким И Вариант Я Не Смог Ну Шансов Что Ваш Соперник Без Помощи Компьютера Сможет Что-то Найти За Белых Тоже Не Так Много Кто Будет Играть Сильнее Шахмата И Кто Лучше Разбирается В Таких Острах И Рациональных Позициях Тот В этой Позиции Выиграет Что На мой Зад Совсем Неплох В конце Концов Мы Играем Шахматы Да Они Вот В такие Дебри Да Заучить Варианты Это Далеко Не Самое Главное Ну Вот И У нас Осталось Что У нас Осталось Я Уже С Трудом Соображаю Если честно Да У нас Осталось Е3 И Еще Какой Там Был Вариант Е3 Мы Только Что Посмотрели Полностью Е3 Посмотрели Ну А Что Мы Не Посмотрели Конь Е5 Конь Д7 Конь Ж4 Конь Е3 А Ну А Что Здесь Еще Смотрели Е5 Ну В общем Да Все Да Все Белых Две Возможности Мы Остановились Или Два Ноля Только Так Играли Но Ход Слабый У Черных Нет Проблем Или Опять У Черных Есть Проблемы Но Справиться Не Можно Скажем Да Да Согласен Значит Получается Все Смотрели Ну Нет Мы Посмотрели Не Все Потому Что После Конь БД7 У нас Осталось Самое Мерзкое Всего Что Есть Конь С4 Да Дело В том Что Вот Со Времен Капабланки Я Сказал Говорил О том Что Единственный Кто Исполнял Конь С4 Капабланка Тем Не 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 В Статьях На Тему Байан Сон Вот Вы Не Видите Сейчас Мой Нотацию У 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 Сомнение Потому Что После Ф3 В Вариантах Там Белая Получает Перевес И После Ж3 Вероятно Тоже Поэтому Моей Рекомендацией На данное Видео Будет Такой Немножко Неожиданный Ход Разумеется Новинка Потому Что Всего Лишь Одна Партия Была И Сполагает Для Хода А5 Но Даже Тут Он Оказывается Неплохим Дело В том Что По Сути Белом Тут Не Так Легко Придумать Нормальную Ну Реально Сильную Схему Развития Кого-то Дальнейшего Кроме Как Ф3 Ф3 Выглядит Супер Принципиально То Если Против Вас Играет Если Вы Получили Такую Позицию В своей Партии Значит Соперник Ваш Очень Ф3 Ну Потому Что Захватываем Центр На слон Ф5 Или слон Х5 Е4 И Вот Тут Надо Запомнить Что Единственный Ход Который Дает Шансы На Уравнение Ну Или Даже На Какую-то Хотя Нормальную Позицию Это Слон Е6 С 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 Потому Что Иначе Они Рискуют Попасть Белые Берут Кодяна Е3 И черные Попадают Под серьезный Позиционный Пресс И вот Тут Я Долгое Время Перед Записью Этого Видео Пытался Заставить Работать Е5 Е5 Это Очень Принципиально И это Уравнивало Просто На месте Вот Позиция Такого Типа Вы Видите В роликах Которые Будем Записывать Вместе С Кириллом После Хода Слон f5 Но Эта позиция Даже Еще Более Шикарная Чем Те Которые Слон f5 Получается Возможно Если Кто Ни Из Наших Зрителей Смотрел Ролик Который Мы С Олегом Записывали По Одной Из Парти Из Лугана Там Была Очень Похожая Структура И Получился В итоге Эншпиль Ярел Черным И В итоге Выиграл В Эншпиле Олег Может быть Помнишь Ту партию Ну да Примерно Припоминаю Мы Где-то Двухчасовое Видео Записывали Пошлую Осень Да Да Я как раз Помню Мы как раз Показывали Тот самый Вариант Где Ферзь Берет На b7 Выпрыгивает На b3 И там Также Уловится Ходом Вадя b6 Да Но Проблема В том Что Эта Позиция Немножко Отличает От той Которая Была В той Партии Причем Отличается Не в пользу Черных Все бы Хорошо После любого Хода Слон Е3 Ед Слон 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 Блестящая Позиция Сперевеса Наверное А Ферзь Б3 Может быть Здесь Проблема К сожалению Да Ферзь Б3 Потому что На f7 Виснет И на b7 Я Очень Слон Б4 Проверял Ферзь Е7 Е5 Просто Принципиальный Ход Но к сожалению Он абсолютно Не работает И у белых Здесь Перевес Поэтому Е5 Играть Нельзя Поэтому Приходится Играть Е6 Ну Опять же Позиция Наверное Объективно В пользу Белых Ну Она Действительно В пользу Белых Слон Е3 Слон Б4 2 0 2 0 Задия С1 Ну Вот То есть Белые Сделали Все Логично Весьма Вероятно Что против Вас Если Пойдет Партия По этому Варианту То Шансы Что именно Эти ходы Сделаны Достаточно Высокие Это Самые Логичные Ходы За Белых Ну И черные Проводят Свою Тюбичную Идею С Е5 Кунь Е2 Ферзь Е7 Дело В том Что Если бы Не было Компьютера Я бы Утверждал Если честно Что Здесь у черных Полноправная Игра Потому что Е5 Провели Славости На Ферзьном Фланге Есть За черные Поля Зацепились Но После Компьютера Пишет Плюс 0.3 Я Не смог Понять Почему Компьютер Здесь Пишет Плюс 0.3 Но И Переубедить Его Тоже Не смог Ну За черных Слонов Я думаю Я считаю Что Черт Здесь нормальная Позиция Особо Я не вижу Как Белым Эти Два Слона Использовать Д5 Вообще Слава Всегда Из Солнце 5 То есть Ну Что Здесь Дело Не Очень Понимаю А Такой Конжет Тринер Игра Да Да Конжет Игра Тринер Конжет Тринер Даже Шесть Пошли И Что Коня В 5 Не Выпрыгивает То Что Черный Парас Слаб Это Не Страшно Прошел От Черный Пол Отчеты Пов Страшно Он Ничего Особенно Ну Ничего Особенного Да Но Опять Как это Говорят Мерещится Что-то Ну Не Знаю Во-первых Конжет Тринер Это далеко Не первая Линия Компьютера По непонятным Для меня Причинам Компьютер Срезает Какой-то Ферз С2 По-моему Абсолютно Бесполезный На первый И на второй Взгляд Ну Моя Оценка Позиции Равенства Оценка Позиции Компьютера Плюс 0.3 То есть На грани между Равенством И небольшим Перевесом Просто Это немножко Странно Потому что Во всех Позициях Похожего Типа Компьютер Считает Что-то Равенство А вот Здесь Он Считает Что у Белых Получше Ну Я Не очень Долго Если честно Разбирался Переубедить Компьютер Что-то Равенство Не смог Так что Ну Играйте На свой Страх И риск Или Поанализируйте Сами Может быть Либо Вы поймете Почему Здесь Компьютер Пишет Плюс 0 3 Либо Поймете Что Компьютер Не прав Я Если честно Склоняюсь Ко мнению Что Компьютер Не прав И просто Не слишком Большой Глубень Не понимаю Что у Черных Все фигуры Хорошие И проблем Особых Нет Но Тем не менее Ход Конц 4 Старит Перед черными Проблемой И даже Здесь Чтобы доказать Что у Черных Полное Равенство Нужно Еще Постараться Тем более Удивительно То есть Тем удивительнее Что Конц 4 Встретилась В одной Партии Всего За всю Историю Шахмат Да Это Блокопобланка Да Не какой Нибудь Там Любитель С 1800 Все таки Третий Чемпион Мира Ну что Подводя Итоги Можно сказать Что Слон G4 Ход Отличный Причем Применять Его Можно Как В Блиц Так И В Быстрый Да Даже И В Классику И В принципе Достаточно Против Сильных Шахматистов И В большинстве Случаев Мне кажется В Блиц Это особенно Будешь набирать Много очков Потому что В большинстве Скорее всего Будут попадаться В какие-то Такие Ловушки Где Мы Показали Что У черных Либо Нет Неграмма Неграмма Проблем Либо Наоборот Когда Белые Заигрываются Они Просто Получают Вот этот Ход Е5 И Белые Страдают Да Ну По крайней мере В условиях Блиц Партии Белые Совершенно Точно Страдают Олегу Спасибо Что Он Выразил В нормальной Словесной Форме Мои мысли Потому что Я уже Сейчас Трудово Способен Что-либо Выражать Словесной Форме Я думаю Что На этом Вот Такое Рассмотрение Варианта Слонжи 4 Мы закончим У нас Была Длинная Первая Часть Полутора Часовая И коротенькая Вторая Всего Подумаю Либо Либо Все это Выйдет В одном Видео Либо В двух Различных Частях Ну А всем Кто нас Посмотрел Всем Спасибо За внимание С вами Были Олег Соловах И Никита Петров Играйте В шахматы Играйте Славянскую Защиту Да Всем Пока